Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, добрый день, у нас добрый вечер, у кого-то может быть доброе утро. Я хочу прежде всего рассказать вам о том, как строятся съемки и показ наших рассказов о русской истории, и почему наш курс является антерактивным. Каким образом построено взаимодействие со слушателями и со зрителями, как в интернете, так и на телевидении. Лекции записываются в свободное от работы время, вечерами обычно монтируются, и право первой ночи у нас получает наш любимый канал культуры, который мы любим и смотрим, потому что он интересный, потому что на нем нет рекламы, потому что там никогда нет плохих новостей. После показа на канале «Культура» лекции выходят в интернете на авторизованном, главном нашем партнере, канале «Достоевский». Это интернет-лекторий, он выкладывает лекции одновременно в Ютьюбе, Рутюбе, ВКонтакте, Одноклассниках. Естественно, на собственном большом огромном портале «Достоверно.ру» и в мобильном приложении. Мобильное приложение я очень всем рекомендую, оно никак не конкурирует ни с каким из носителей. В чем отличительная черта мобильного приложения? Там, где у вас есть бесплатный интернет, вы можете любой объем видео или аудиофайла, как вам удобно, скачать, и дальше уже без интернета, где угодно, на отдыхе прослушивать любые из лекционных курсов «Лектория Достоевский». Исключительно удобно, экономно, выгодно. Пользуйтесь, я сам всегда пользуюсь. После того, как лекция выходит на канале «Культура» и в соответствующих интернет-ресурсах, команда «Лектория», ну и ваш покорный слуга тоже, очень внимательно читаем отзывы. Потому что мы в отзывах находим советы, пожелания, критику. Нам очень приятно, когда эта критика благожелательная, когда нам советуют, как улучшить наш образовательный курс. И вот, исходя из ваших отзывов, зачастую формируется тема новых лекций, либо же просто, даже если тема уже определена, то мы вставляем какой-то дополнительный эпизод, рассказ о дополнительных героях, новые факты, которые интересуют нашу аудиторию. Почему все это вам рассказывают? Чем больше вы откликаетесь на наш курс, пишете отзывы и пожелания, тем больше шансов, что наш образовательный курс будет приближен к вашим интересам, к интересам наших зрителей, а для нас самое главное, чтобы вам было интересно, чтобы вы узнавали что-то новое, чтобы наши рассказы из русской истории XIX века были для вас отдушиной в то сложное, нервное, непростое время, в котором мы все сейчас живем. И сегодняшний рассказ также сформирован полностью под ключ по вашим заявкам. Он будет о двух героях, о которых мы совершенно не планировали ничего рассказывать. Нам казалось, что фигуры, они не такие уж и значимые в нашей истории. Но тем не менее, вас они интересуют, мы порылись, залезли в источники, оказались интересные люди, не просто интересные, а все, что мы знаем о них из школьного курса, совершеннейшая неправда. И просто обидно, что таких неидеальных, у нас нет идеальных людей, но таких нетривиальных, ярких, по-своему важных людей для нашей истории, так однобоко, черно-белыми красками на протяжении, наверное, уже полутора веков изображала отечественная литература, историография и школьные учебники. Все было не так на самом деле. Два храбрых офицера и очень крупных государственных деятеля. Александр Бенкендорф и Алексей Федорович Орлов. Ну, давайте обо всем по порядку. Что связывает этих двух ярких персонажей? Знаменитое, великое и ужасное в масштабах XIX века, третье отделение императорской его величества канцелярии, главный орган политического сыска, репрессии и террора, ну, как нас этому учили в школе. Еще с советских, а на самом деле с досоветских времен, жив миф про третье отделение. Что это такая чудовищная политическая полиция, что-то типа сталинского НКВД образца 1937 года, державшая в страхе всю Россию. Так ли это? Разберемся, начав с рассказа о людях, о руководителях третьего отделения. Спецслужб в России в классическом понимании этого слова до XIX века не было. Были органы политических репрессий и сыска. Это был Преображенский приказ при Петре, тайная канцелярия, тайные экспедиции. В общем, названия отменялись. Суть оставалась одна и та же. Создавались эти органы обычно, или под какую-то конкретную задачу, как, например, дело царевича Алексея при Петре, или же для устрашения. Они занимались не столько изучением общества и профилактикой преступлений, сколько наведением ужаса. То есть были органами реагирования, а не органами государственной безопасности в современном комплексном понимании этого слова. Только при Александре I впервые появилась структура, правда гражданская, ориентированная как раз на системную деятельность в сфере безопасности. Называлась она «Министерство внутренних дел». Это министерство выдавало визы, иностранные паспорта, принимало в подданство, ведало цензурой, что немаловажно, а также надзором за тайными обществами. Тайными, я бы сказал здесь с кавычками, потому что ни для кого тайными эти общества, в том числе и те, в которых собирались декабристы, как мы с вами уже говорили, ни для кого и тайными они не были. Однако эффективность МВД сохранения конституционного строя продемонстрировала 14 декабря 1825 года. Точнее говоря, полную его неэффективность. И это, мягко говоря, не самое организованное выступление мятежников МВД предупредить не смогло. Поэтому одним из закономерных итогов восстания декабристов и стало появление настоящей службы госбезопасности, а именно третьего отделения. Почему восстание декабристов и реакция власти на это восстание произвело такое большое впечатление на высшее общество, на дворянство, на столице, ну понятно, что в провинции, на Камчатке, об этом и слыхом не слыхали, продолжали жить свою жизнь. Потому что на самом деле жизнь в Российской империи первой четверти XIX века после Павла I была очень мирной, в политическом смысле очень спокойной. Во-первых, не было смертной казни. Смертной казни в России вообще практически не было. Вот как Елизавета ее отменила, приняв обет, помните, я вам рассказывал еще в курсе рассказов о русской истории XVIII века, ночь перед вооруженным переворотом, который привел Елизавету в власть, Елизавета в церкви молилась перед иконой и пообещала, что если все сложится хорошо, она никогда никого не казнит. Вот этот данный Господу и самой себе обет, наша добрая Елизавета 20 лет соблюдала. Она не подписала ни одного смертного приговора, а утверждение смертного приговора было в России в отличие от европейских стран, ну там же гражданское общество, демократия. Поэтому смертные приговоры там штамповались чуть ли не решениями муниципальных властей. В России было по-другому. В России лишь один монарх, наместник и помазанник Божий имел право утверждения смертного приговора судебного решения. И Елизавета за 20 лет ни одного такого решения не утвердила. Всегда меняла на ссылку в Сибирь, на каторжные работы. Но смертная казнь в России не была, кстати, единственная страна, по-моему, в мире на тот момент. Екатерина утвердила несколько смертных приговоров пугачевцам. Павел Первый был очень грозным государем. Также отсылаю нашему курсу лекции по Павлу Первому. Он ругался, он стучал шпагой по паркету, а кулаком по столу. Ставил на улицах Петербурга виселицы прямо на перекрестках, чтобы боялись, чтобы понимали, что порядок должен быть, дисциплина. Но никого Павел Первый не казнил. И вот при Александре Первом точно так же ни одного смертного приговора, ни одной смертной казни, ни одного шумного политического процесса с государственными преступниками. Что там шумного? По-моему, по сути дела, это вообще ни одного. Было тихое, спокойное, поразительно милостивое время. И вот сразу восстание декабристов, и пять повешенных, причем не абы кого, а все дворянства, офицеры, в общем-то высший нобилитет, только князья, участники восстания декабристов, избежали повешения и отправились на рудники в Сибирь, с офицерами не цаскались офицеров на виселицу, даже лишив привилегий военного расстрела. Это произвело на дворянское общество угнетающее впечатление. Хотя, говоря откровенно, я не могу не вспомнить, я где-то читал в сочинениях Александра Сергеевича Пушкина, его ссылку на беседу кажется с врачом английской миссии в Петербурге, английского посольства. Так вот он говорил, что, вы знаете, в Лондоне и у нас в посольстве после вынесения решения по делу 14 декабря все, покачивая головой, обсуждают невиданное милосердие российского императора. У нас бы в Британии, как сказал добрый английский доктор, вооруженный мятеж в центре столицы подобного масштаба непременно привел бы к тому, что несколько сот мятежников были бы казнены и тысячи бы отправились на галеры. Теперь о создателе третьего отделения Александре Христофоровиче Бенкендорфе. Имя его стало символом. Он был и его начальником, и одновременно шефом жандармов с момента основания отделения отдельного жандармского корпуса и вплоть до своей смерти, почти 20 лет. Александр Бенкендорф был немного постарше Николая, лет на 10 с небольшим, но это был его ближайший друг. Сам он из прибалтийских немцев. Образование необычное. Он был выпускником школы иезуитов. Кстати сказать, так же, как и второй его преемник на посту руководителя императорского КГБ Алексей Орлов, тот тоже был выпускником школы иезуитов. Что это за школа? Откуда она в России взялась? Это орден иезуитов, о котором мы все с вами что-то слышали. Иезуиты секретные, закрытые, эффективные. Смертоубийственные по отношению к врагам, стоящие за инквизицией монашеский орден католический. Этот орден был в конце 18 века из Европы изгнан. Папа Климент XIV даже издал распоряжение о распуске ордена. Официально он не существовал. Правда, вскоре после своей буллы о запрете иезуитов папа Климент загадочным образом умер, может и сам по себе, но иезуитам это усилило их репутацию. И вот на протяжении четверти века ордена как бы официально не было. Запрет этот был снят только в 1800 году. Под разными предлогами иезуиты прокрались в Россию. Ну, естественно, через Польшу, через католическую страну. И в России, как ни странно, традиционных врагов православия привечали. Каким-то образом иезуиты смогли внушить двору, напуганному французской революцией, что они самые стойкие сторонники монархии, консерватизма и традиционных ценностей. Так продолжалось на протяжении нескольких десятилетий, пока уже в конце своего царствования Александру I они тоже не надоели, и он иезуитов из России также изгнал. Один из активных иезуитов, некто Аббат Николь, основал в Петербурге дорогой пансион, школу. Это было некое подобие современной, как сейчас в Москве, англо-американская школа, очень дорогая, очень престижная, с большим набором интересных предметов, которых не изучают. В обычных школах и гимназиях школа находилась близ Фонтанки. Была она небольшой, буквально до ста воспитанников одномоментно. Школа престижная и дорогая, элитное учебное заведение. Там были, конечно, выходцы из самых знатных дворянских родов. Голицыны, Разумовские, Саводовские, Гагарины, Толстые. Потом начинали почему-то массово переходить в католичество, что не могло наш двор не раздражать. Многие участники декабристского движения и вообще заговора 14 декабря были как раз выпускниками этой школы. Именно это и позволило нашему великому историку Василию Кличевскому сказать, что в основе декабристского движения есть помутнение рассудка неправильным образованием, что вот это все иезуитские католические идеи. Педагогическая деятельность у иезуитов была достаточно прибыльной. Они тут отнюдь не миссионерствовали. Школа приносила огромный доход, совокупный доход ордена иезуитов от всех учебных заведений в России составлял до 300 тысяч рублей в год. Наверное, миллионов 30 долларов сегодня. Где-то порядок такой, надо посчитать. Хотя все денежные переводы, вы знаете, они очень относительны. Труд, товары стоили совершенно по-разному, по-другому, чем сейчас. Бенкендорф учился отвратительно. Двоечник. Аббат Николь, директор, был им крайне недоволен. Грамотно писать по-русски Бенкендорф так и не научился до конца жизни. И вообще недруги, а недругов у него было много, считали, что он человек плохо образованный и недалекий. Нам судить сейчас сложно, но что можно сказать точно, с какими бы ошибками Бенкендорф не писал на русском языке, но в части личной храбрости, воинственности и отваги, этот выпускник школы иезуитов, конечно, даст фору многим и многим. Он поступил у гвардию. Фамилия, отец при дворе, бывший рижский губернатор. Сразу попал в элитную гвардейскую часть, но ему там не понравилось. Он какое-то время прослужил флигель-адъютантом у императора, что-то типа денщика при Петре. Очень близкий человек, порученец. Но запросился в армию. Совершил большое путешествие, кстати сказать, по России и по заграницам со служебными целями, с полуразведывательными. Затем повоевал по-настоящему на Кавказе. Участник, конечно, войны 1812 года. Активный участник заграничного похода. Мы о нем немного рассказывали, когда говорили о настоящем руководителе партизанского движения войны 1812 года, бароне Винсенгороде. Так вот, Бенкендорф был в Винсенгороде правой рукой. Командовал кавалерийскими частями. Это лихой кавалерийский офицер. Храбрый партизан. Принял участие, если посмотреть его послужной список, во всех боях лично, которые где-то рядом проходили. Человек думающий. Однажды, еще когда французы стояли здесь под Москвой, Винсенгороде получил жалобу от нескольких знатных помещиков. Думал, мужики взбунтовались, схватили виллы, а кто-то даже оружие. И так и до Пугачевщины можно скоро дойти. И имение захватили. И попросили послать солдат, а французы где-то рядом, неподалеку, попросить солдат этих мужиков утихамить. В Винсенгороде послал Бенкендорфа с кавалерийским отрядом. Бенкендорф вернулся, написал реляцию. Приблизительно следующего содержания. Виноваты в этом не крестьяне. Крестьяне ведут себя достойно. Вооружились и защищают не только свое личное имущество и урожай от супостатов французов, но еще и барское помещище. А виноваты в этом возмущении трусы помещики, которые, не дождавшись французов, сбежали из поместья, бросив там все на произвол судьбы. Вместе с тем, чтобы либо вступить в армию, как подобает дворянам, либо, по крайней мере, возглавить это народное крестьянско-партизанское движение, как делают некоторые. Вот такой гневный рапорт написал Бенкендорф, из которого яствовал, что, безусловно, жалобщиков надо сурово наказать. Думающий человек. Во время заграничного похода это один из самых эффективных кавалерийских генералов, такой буденный русско-императорской армии. Освободитель Голландии, руководил нашими войсками, которые освобождали всю Голландию. И после окончания войны командует в столице разными кавалерийскими соединениями, вплоть до Кирасирской дивизии. Но истинные таланты он проявил тогда, когда речь вставала о политической работе, вопросах государственной безопасности. Еще в 1821 году Бенкендорф передает императору Александру I подробнейшую записку о существовании тайной организации Союза благоденствия с фамилиями, явками, паролями и, самое главное, выводами, что, мол, организация опасная, как бы чего не вышло. Надо сказать, что Александр оставил это обращение без всякого внимания, как мы помним с вами, хода ему не дал. Проявился Бенкендорф совершенно неожиданно и как очень храбрый и распорядительный администратор во время знаменитого наводнения в Петербурге в ноябре 1724 года. Вспомните пушкинского «Медного всадника». В этой поэме Александр Сергеевич пишет о двух генералах, которые спасали людей. Эти два генерала – это, собственно, генерал-губернатор Петербурга Милорадович и командир дивизии Бенкендорф. И тот, и другой, не то чтобы по колено в ледяной воде, иногда и по грудь в ледяной воде. Лично таскали шлюпки, вытаскивали людей и, в общем, повели себя мужественно. При подавлении восстания 14 декабря Бенкендорф рядом с Николаем I, он командует частью войск, и с той поры это один из самых близких и доверенных к нему людей, сопровождающий царя во всех мноочистенных поездках. Он ездит с ним в одной карете по стороне, иногда даже во время путешествия ночевал с Николаем в одной комнате. В те стерильные времена и мыслей бы никакой дурной никому в голову не пришло от того, что два взрослых мужчины ночуют вместе. Его идеологический настрой созвучен мыслям Николая. Есть свидетельство того, что именно Бенкендорф ввел в оборот выражение «тлетворное влияние Запада». Так что, управдом в бриллиантовой руке, как мы с вами помним, бессмертная Нонна Мурдюкова цитирует не обыкового, а Александра Христофоровича Бенкендорфа. Вскоре после восстания декабристов он подаст Николаю записку о необходимости создания специальной политической полиции. И начиная с момента, как Николай это предложение примет, и будет создано третье отделение канцелярии его императорского величества, Бенкендорф станет самым влиятельным и самым ресурсным чиновником в империи, потому что одновременно он возглавит и центральный аппарат этой спецслужбы, собственно, третье отделение в Петербурге, и исполнительный орган этой спецслужбы, отдельный жандармский корпус, который был рассредоточен по всем губерниям Российской империи, и в каждом губернском городе, даже в крупных уездных городах, всегда находились представители жандармского корпуса для контроля за действиями властей, чиновничества и, естественно, для контроля за возможным инакомыслием. О третьем отделении мы поговорим подробно отдельно, а я бы хотел еще несколько слов о Бенкендорфе, как о человеке. Он считался большим лавеласом и щеголем, без меры преданным женщинам, как писали тогда. Отличительная черта Бенкендорфа, я цитирую воспоминания современников, было волокитство. Любимая его мысль, любимый разговор, любимое дело были у него женщины. Ну, в общем, этот офицерский типаж нам понятен. Еще молодой Бенкендорф, 25 лет, в 1707 году, побывав в Париже, приударил за, пожалуй, самой известной звездой парижской сцены, актрисой комедии Франце, некой мадемуазель Жорж. Эта мадемуазель Жорж была яркой особой, она умудрилась побывать в постелях бесчетного числа высших сановников европейских того времени, обоих Бонапартов, я имею в виду, и самого Наполеона, и его брата, нескольких польских знатных вельмож, ну, и в конце концов, перепала она Бенкендорфу. Так вот, Бенкендорф ее просто увез из Парижа в Россию, в Петербург, открыто жил с ней какое-то время, ну, потом, к счастью для всех, как-то рассосалась. В 1817 году, в 1835, Бенкендорф влюбился и на время утихомирился. Его избранницей была вдова офицера погибшего на войне в 1812 году, у нее было две дочери, они познакомились где-то в имении у тетки в Харьковской губернии. Зан Христофорович влюбился, сделал лодове с детьми предложение, она родила ему еще трех дочерей, и какое-то время они были счастливы, но всегда у главного спецслужбиста были любовницы. Одна из них, самая поздняя, последняя, оставила плохой след в его судьбе, она была невероятной красавицей, приехала вместе с супругой Николая I ко двору, дальняя родственница, выдали ее за какого-то престарелого барона, девушку это не сильно стесняло, в нее все были влюблены, Пушкин, Вяземский, Тютчев посвятил ей стихи, «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило», как пел еще один герой «Бриллиантовой руки». Вот это все о ней, возлюбленной Бенкендорфа. Звали ее Амалия, седина в голову без ребро. На нее Бенкендорф уже не молодой, денег не жалел, об этом романе было всем известно. Жена Бенкендорфа очень волновалась, что она вообще разорит ее мужа, и не дай бог, это еще перепишет завещание своей любовницы. Хотя, говоря откровенно, особо чего завещать Бенкендорфу не было. Он пытался заниматься бизнесом, находясь на государственной службе, в классической для силовика схеме. Ему обращались за помощью покровительством, он кому-то чем-то помогал, лоббировал, ну, может быть, защищал. Получал за это должность в Совете директоров, в Совете акционеров управляющих, но деньги к Бенкендорфу не липли. Даже если что-то он и зарабатывал, легко проматывал на ту же Амалию. Ну, и потом, много детей своих, дети приемные. В конце концов, дела его впали в полнейшее расстройство, до такой степени, что его друг, император Николай, просто искал повод выдать ему какую-нибудь крупную премию, просто подарить ему деньги, чтобы закрыть за незадачливого руководителя главной государственной спецслужбы его очередные неудачные долги. Кстати сказать, вот эта история с его поздней последней любовницей Амалией, она раздражала всех. Она раздражала императора, когда об этом стало известно. Но дело в том, что Амалия была женщиной, видимо, недалекой, поскольку позволяла себе прийти в офис третьего отделения, шастать там по кабинетам, давать чиновникам какие-то ценные указания, якобы от имени ее возлюбленного. Естественно, все ее за это терпеть не могли. А бедный Бенкендорф оплачивал ее бесконечные счета. Скажем откровенно, он был не один такой. У них вообще в семье повышенная была любвеобильность. Всемирно известна его сестра, родная Дарья Христофоровна Бенкендорф в замужестве Ливина. Это не то, что Амалия. Это была светская львица не национального, а международного масштаба. Ее тоже довольно рано выдали замуж. Кстати, муж у нее был вполне себе. Молодой красавец, военный, граф Ливин. Ну и пока граф делал военную карьеру, его молодая жена погуливала. А когда муж скончался, то пошла жить на широкую ногу. К числу официально признанных любовников графини Дарьи Христофоровны Бенкендорф Ливин относились. Многолетний австрийский премьер-министр, фактически руководитель Австрийской империи, Метерних, наш великий князь Константин Палыч, старший брат императора Николая, герцог Веллингтон, победитель Наполеона при Ватерлоу, премьер-министр Великобритании граф Грей, чай Элл Грей, назван как раз в честь этого самого графа, посмотрите, мне кажется, его портрет есть на пачке чая. Французский премьер-министр Франсуа Гизо, это уже последние возлюбленные сестры Бенкендорфа, девушка не мелочилась. Минимум премьер, максимум великий князь. Вернемся к Бенкендорфу. Много ходило анекдотов о его исключительной рассеянности. Однажды, якобы, придя с визитом к французскому посланнику, он не смог назвать новому, не знавшему его в лицо швейцару, своей собственной фамилией. Вот так имелся. Ну, скажите, что пришел, буквально вылетело из головы, как меня зовут. Ну, пришел. Однажды на заседании государственного совета министр юстиции произносил очень-очень длинную речь. Она продолжала, что полчаса без бумажки, без подготовки. Бенкендорф так расчувствовался, что повернулся к своему соседу, графу Орлову, с восклицанием. Черт возьми, посмотри на этого умницу. Вот это я называю уметь говорить. Помилу, братец. Да разве ты не слышишь, отвечал ему граф Орлов, что он уже полчаса выступает против тебя. В самом деле, отвечал Бенкендорф, который только тут понял, что вся речь министра юстиции была ответом на выступление Бенкендорфа и была сплошным ему возражением. Ну, при всем при этом, надо сказать, что Бенкендорф и сам мог сказать что-то такое, что записывалось на скрижале истории. Известно много его фраз, я привяжу лишь одну из них, адресованную другу Пушкина, известному, Антону Дельбигу, который обратился к Бенкендорфу с какой-то, на его взгляд, несуразицей, ссылаясь на какие-то законы, закорючки, акты и старые, старые, старые законодательные документы. А что получил от Бенкендорфа такой перл, который прямо можно отлить в граните? Кавычки открываются. Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства. И вы не имеете права в объяснениях со мной на них ссылаться или ими оправдываться. Кавычки закрываются. Без комментариев. При всем при этом, он не был таким, знаете, туполовым консерватором. Например, Александр Бенкендорф был искреннейшим сторонником отмены крепостного права. Называл крепостное право пороховой бочкой под государством. И отношение Бенкендорфа к крепостничеству было основано не только на его доброте или прикосноводушии, на каких-то общечеловеческих ценностях, сколько на знакомстве с истинным положением дел в стране. Как глава третьего отделения, он получал отчеты с мест, и он понимал, насколько крепостное право вредительно для российской экономики и для российского государства. Поскольку третье отделение имело максимально объективную, по тем, конечно, меркам, информацию о ситуации в стране, то не только Бенкендорф, но и в целом этот орган, его сотрудники пришли к необходимости отмены крепостничества. И так называемом нравственно-политическом отчете за 1839 год, который за пописью Бенкендорфа был направлен от имени третьего отделения императору, звучало следующее, в кавычках, весь дух народа направлен к одной цели, к освобождению. Крепостное состояние есть пороховой погреб под государством. Вообще, мы будем говорить о третьем отделении отдельно и подробно, как о структуре, чем они занимались, какими политическими делами. Но тут я подчеркну само отношение Бенкендорфа к понятию жандарм, чекист, КГБшник, спецслужбист. Бенкендорф считал, что жандармы должны действовать открыто, не скрываться. Именно поэтому они носили специальные, отдающие в голубизну, в синеву, мундиры. Они являются не тайными агентами, секретными, они являются явными представителями власти. Их должны уважать за бигзукоризненное поведение, таковы были строжающие инструкции, честность, порядочность. Они должны помогать слабым, оклеветанным, помогать в разоблачении смутьянов. В общем, Бенкендорф разрабатывал целый моральный кодекс жандарма. Согласно легенде, когда Николай утвердил решение о создании третьего отделения, Бенкендорф попросил у него так называемых последних инструкций, как себя должно жандармам вести. Николай достал из кармана шелково-белый платок, передал его Бенкендорфу со словами «Вот тебе платок, чтобы ты утирал им слезы, всем обиженным, оскорбленным и униженным». Таким образом, это не орган репрессии, это орган помощи тем, кто в этой помощи нуждается. И даже ненавидевшие третье отделение как орган политического преследования Александр Герцен писал из эмиграции, что Бенкендорф не сделал всего зла, что мог бы сделать, будучи начальником страшной полиции, стоящей вне закона и над законом. Узнав о смерти Бенкендорфа, Николай плакал. В его кабинете на каминной доске стоял Бюстов любимого друга Бенкендорфа. И он говорил, что за всю свою жизнь Бенкендорф, обладая такой огромной властью и влиянием, ни с кем ни разу меня не поссорил, но со многими меня помирил. Кстати, сказать, как неудивительно, к нему многие хорошо относились. Федор Тютчев описывал Бенкендорфа как одну из лучших человеческих натур, которую ему доводилось встречать. Самое удивительное, что к нему с симпатией относились даже декабристы, которых он допрашивал, дело которых расследовал и вынесение приговора, которым принимал участие. Пушкин называл Бенкендорфа честным и достойным человеком. Это совершенно неудивительно, потому что именно к Бенкендорфу Пушкин обращался по любому поводу и без повода. Это был его главный административный ресурс и главный источник материальной административной помощи. Он написал в общей сложности Бенкендорфу около 50 писем мы знаем. С учетом того, что на каждый Бенкендорф отвечал, число их наверное дойдет к сотне. И среди этих писем самые необычные. То это письма о назначении пенсии вдове генерала Раевского, обе дочери которого были замужем известно завидными декабристами. то просьба о публикации пьесы другого декабриста государственного преступника Кюхельбекера. По решению Бенкендорфа эту пьесу не только напечатали, но еще и отпечатали в собственной типографии третьего отделения. Представьте себе, как если бы какого-нибудь запрещенного тысячу раз публикации Солженицына или Бродского печатали в типографии на Лубянке и потом поставляли в книжные лавки. Вот письмо с просьбой перевести брата Пушкина Леву в другую воинскую часть. Положительная резолюция Бенкендорфа. А было одно обращение совершенно необычное по меркам любого времени. Дело в том, что родители Натальи Гончаровой с большим подозрением относились к Пушкину. Не понимали они своего счастья и шансов Наташи не только обрести семейное счастье, но и войти в бессмертие. Они считали, что Пушкин смутьян, ненадежный человек, как-то с властями тяжелые отношения. И закончилось это дело тем, что Александр Сергеевич обратился с письменной просьбой к Бенкендорфу дать ему положительную характеристику для предъявления родителям его невесты. Бенкендорф написал исключительно благожелательное рекомендательное письмо, ну и естественно за подписью председателя комитета госбезопасности. Уже отказать родители Натальи Пушкину не могли. Я ничего не хочу сказать здесь хорошего собственно о третьем отделении, об этом мы будем говорить отдельно на следующей нашей встрече, но счастьем для первой отечественной спецслужбы было то, что во главе оказался на самом деле лично по-человечески, очень храбрый, мужественный, при этом совершенно не злой, добропорядочный и самое главное благожелательный человек. В общем, первому российскому ЧК с руководителем очень повезло. И даже не столько повезло ЧК, сколько повезло всем гражданам России, потому что Бенкендорф как мог смягчал работу этой спецслужбы, а мог бы и жестить. Преемником Бенкендорфа на посту шефа третьего отделения стал представитель одной из самых прославленных фамилий в русской истории 18-19 века Алексей Федорович Орлов. Это незаконорожденный сын Федора Орлова, то есть племянник любовника Екатерины Григория. Бастард, какие-то права наследства минимальные Екатерина дала ему уже в конце жизни, всего добился сам. Если Бенкендорф учился плохо, Орлов в Иезуисском колледже учился отлично. Он вообще не только богатырь, орловская порода, знаете, красавец, касаясь в плечах, большая умница. И прославился в военное время как офицер, участник всех военных кампаний, вплоть до войны 1812 года заграничного похода, ранен под Бородино, ранен под Аустерлис, семь раз ранен за французскую кампанию, то есть буквально весь в ранах. 14 декабря 1825 года Алексей Орлов командует конногвардейским полком, и когда священник отказывается привести полк к присяге, ему дают текст присяги прочитать, солдаты должны вслед за священником повторять, священник говорит, полковой я не буду, я несколько дней назад такую же присягу зачитывал в пользу великого князя Константин Павловича, я не могу перед богом присягать каждую неделю кому-то другому, нет, Орлов врывает из него текст присяги, сам за священника читает, затем в седло, и именно конногвардейский полк, посмотрите, кино, атакует Каре еще до начала пушечного расстрела, некоторые конногвардейцы погибли, хотя мятежники пытались стрелять по лошадям, но не убережешься, атаку озлобляет Алексей Орлов лично, за это на следующий день он получит титул графа, и в дальнейшем будут выполнять самые деликатные поручения императора. Что интересно, поручения будут касаться не только и не столько дел военных, сколько дипломатических. И вот этот бравый командир проявит себя очень искусным дипломатом. Он будет руководить нашими делегациями на нескольких переговорах с Турцией, причем каждый раз это будет приводить к заключению исключительно выгодного мирного соглашения. Вообще тот самый знаменитый Николаевский мир с Турцией, согласно которому мы фактически получили на двоих контроль над Босфором и Дарданеллами, то есть Турция обязалась никого не впускать и не выпускать через проливы без разрешения России, у нас второй ключ, ни до, ни после, никогда об этом Россия не могла даже мечтать. Этот мир, это дело рук Орлова. Затем он возглавит третье отделение, но так же, как и Бенкендорф, заниматься грязной, сыскной, жандармской работой, конечно, не будет. Он будет считаться большим лентяем, поскольку мало времени уделял работе в спецслужбе своему главному заданию, все перепоручал помощникам. Надо сказать, что помощников он подбирал очень толковых, его правой рукой был знаменитый Леонти Дубельт, истинный руководитель спецслужбы на протяжении долгих лет Николаевской России, о нем будет разговор чуть-чуть попозже. Орлов же в большей степени, как и Бенкендорф, выполнял представительские функции, подписывал доклады государю, старался смягчить насколько можно, вспыльчивый нрав Николая Первого, как-то его там умиротворял потихоньку. В общем, для гражданского общества Орлов был столь же позитивной фигурой по главе нашего КГБ 19 века, как и Александр Бенкендорф. вершиной карьеры Орлова станет Парижский мирный договор по итогам Крымской войны. Уж как он там уболтал Наполеона Третьего, как обаял весь двор, как правильно себя повел в этом контексте. Конечно, были объективные предпосылки. У России объективно была сильная позиция, связанная с тем, что Франция не хотела слишком сильного усиления Британии, а Британия хотела у России просто торгнуть большие территории. Ну, в общем, в итоге всего результатом работы именно Алексея Орлова, уже пожилого, военного, дипломата, руководителя по-прежнему Третьего отделения, главного жандарма страны. Результатом его работы как руководителя нашей дипломатической миссии в Париже стало подписание договора по итогам Крымской войны. Когда-то договор был опубличен, во всех газетах европейских написали. Объясните нам, пожалуйста, кто в войне победил? Россия у нас проиграла или она наоборот победитель? Из договора это неясно. Орлов получит титул князя за этот мирный договор, возглавит еще комитет министров, возглавит государственный совет, то есть берет в себе все возможные высшие должности Российской империи. Для чего я это вам рассказываю? только для одного, чтобы от этого сразу перейти к судьбе его сына Николая, тоже военного, участника Крымской войны, участника разных-разных войн. во время неудачного штурма Селистрии полковник Орлов, горячо любимый сын, надежда семьи, будет в первых рядах, будет девять раз ранен, ранения непростые, включая выбитый левый глаз, полтора года лечится, потом тоже, как и отец, выживет, богатырское здоровье у Орловых, перейдет на дипломатическую работу, будет послом в Берлине, в Вене. Теперь представьте себе, почти второй человек в империи, а сын получает девять ранений на передовой, в первых рядах разгар войны, в обычном старшем офицерском чине, наследник семьи. Наверное, поэтому наша империя так росла и так многого добивалась. Мы должны понимать с вами, что и Орлов, и Бенкендорф, это были яркие, сильные, по-разному, но талантливые и добрые люди, которые сделали все, чтобы созданное, она объективно была создана, она не могла не быть создана. После восстания декабриста Российская спецслужба все-таки старалась иметь человеческое лицо. Попытаемся разобраться, насколько третье отделение великое и ужасное. Из самого названия следует, что раз отделение третье, значит, было еще как минимум два. Это так. На самом деле этих отделений в канцелярии было еще больше. Создана канцелярия была еще Петром Первым, потом она неоднократно реформировалась, упразднялась, возобновлялась. В финальном варианте при Александре это было некое подобие части современной администрации президента, состоящая из двух главных направлений. Контроль за исполнением императорских указов и некая вариация кадровой службы. При Николае, большом любителе порядка, все обрело стройную структуру. Итак, первое отделение следило за выполнением высочайших повелений, готовило бумаги для доклада императору, а также ведало кадрами. Ну, собственно, первое отделение, то есть это контроль, делопроизводство и кадры. Второе отделение было призвано организовать работу по систематизации законов или их кодификации. Кстати сказать, знаменитый Спиранский был как раз при Николае главноуправляющим вторым отделением. Второе отделение, это как сейчас Минюст и государственное правовое управление президента. Помимо этого, естественно, функции Госдумы и Совета Федерации со всех их вместе взятыми юристами и юридическими службами, тогда парламента не было, тоже перепадали второму отделению. Дальше третье отделение. По замыслу Бенкендорфа, который представил проект Николаю Первому, это была специализированная структура, занимающаяся вопросами госбезопасности и одновременно сбором и анализом информации о состоянии умов в стране, то есть состоянии общественной жизни. Это был всеимперский центр изучения общественного мнения, также впервые появившийся. Напомню еще раз, что по легенде на просьбу Бенкендорфа дать инструкцию для третьего отделения император протянул ему белоснежный платок, чтобы вытирать слезы несчастных со словами «Вот тебе моя инструкция». То есть третье отделение замысливалось не как репрессивное, а как профилактическое и помогающее гражданам структура. Из документов следует, что ее задача в кавычках предупреждать беспорядки и преступления. Это орган не карательный, орган профилактический. Также его задача негласный надзор за деятельностью госучреждений, чиновников и местных органов власти. Чиновникам третье отделение относилось плохо. Иллюзии по поводу российского чиновничества Бенкендорф не испытывал. Вот выдержка из отчета третьего отделения за 1827 год «Доклад государю-императору». В кавычках. «Чиновники, под этим именем следует разуметь всех, кто существует своей службой. Это сословие, пожалуй, является наиболее морально развращенным. Среди них редко встречаются порядочные люди. Они систематически порицают все мероприятия правительства и организуют с собой кадры недовольных, но не смея обнаружить причины своего недовольства, также выдают себя за патриотов». Кавычки закрываются. 1827 год. Ну и, наконец, какого масштаба была первая российская спецслужба. Внимание, гонг, запоминайте. Число служащих было определено изначально в 16 человек. Правда, штат невероятно разросся, и к концу царствования Николая I, то есть через 30 лет, достиг 40 человек. А уже накануне своего преобразования последствий в департаменте государственной полиции страшно себе представить. До 72 человек. Руководил этим огромным органом репрессии начальник третьего отделения, он же был шефом жандармов. Внутри все сферы деятельности распределялись следующим образом. Отделение делилось на экспедиции, как бы у нас сейчас сказали, на отделы. Значит, первая секретная экспедиция, уж не знаю, сколько в нее из 16 входило человек, эта секретная экспедиция собирала сведения о находящихся под надзором, о тайных обществах, а также составляла для императора ежегодные обзоры настроений в обществе и политической жизни страны. Наверное, это было интересное чтиво. Собственно, первая экспедиция и была органом политического сыска и следствия. Вторая экспедиция занималась исключительно сектантами религиозными, поскольку их государь-император считал заблудшими душами. Также она занималась фальшивомонетчиками и изготовителями подложных документов. Третья экспедиция отвечала за иностранцев, проживающих в Россию, то есть это была контрразведка и наружка, наверное, по-нашему. Четвертая экспедиция, условно ее называем региональная, она собирала информацию по всей стране о волнениях, происшествиях, а также о злоупотреблениях помещиков и даже о видах на урожай. с 1842 года появилась и пятая экспедиция, отвечавшая за цензуру. Она наблюдала с журналами и газетами. Также в структуре третьего отделения были секретные архивы и собственная типография. При осуществлении на работу учитывался опыт работы в присутственных местах. То есть сразу после Царско-сельского лицея или университета попасть туда было нельзя. Надо было поработать в министерстве, в ведомстве. Не менее трех лет стажа. Текучки кадров в третьем отделении не наблюдалось. Это было престижное место работы. И многие поначалу блестящие офицеры, известные чиновники, выходцы из знатных семей считали честью для себя пойти служить жандармам. История с белым платком, благородным Бенкендорфом. История была очень популярна в обществе. 16-40 человек при Николае это орган управления. Это условно говоря Лубянка, центральный аппарат. Конечно был и некий исполнительный орган на местах так называемый жандармский корпус, который вместе с корпусом внутренней стражи аналог современной Росгвардии тоже официально подчинялись третьему отделению. Во всей стране были созданы жандармские округа во главе с генералами, подчиненными лично Бенкендорфу, шефу жандармов. Это выводило их из-под юрисдикции местных властей. Опять же, жандармский корпус на территории тоже элитное подразделение, где вакансий всегда свободных не было, а желающих поступить туда на службу было много. На местах жандарм, конечно, был раздражителем губернатора. Это были независимые друг от друга чиновники высокие, которые самостоятельно докладывали о проблемах наверх и, конечно, как несложно догадаться, друг на друга доносили, выставляя виновных в нарушениях не себя. Надо сказать, что Бенкендорф регулярно докладывал императору информацию о самых высших сановниках империи, сенаторах, руководителях армии, даже министрах. Вот что он писал о министре финансов Конкрине в кавычках. «Человек знающий, просвещенный, деятельный, трудолюбивый, но упрямый. Он не слушает никого, кроме нескольких своих любимцев, которые его обманывают». О министре внутренних дел Закревском. «Деятелен и враг хищения, но совершенно невеже». Военный министр граф Чернышев по мнению третьего отделения в кавычках «пользуется печальной репутацией. Это предмет ненависти публики и всех классов без исключения». В общем, поэтично писал Бенкендорф, нынешним автором характеристик на высших чиновников. Есть у кого учиться. В третье отделение поступали ежегодно тысячи просьб, жалоб, доносов, прошения. Вообще считалось, что если ты отдал прошение в руки жандарма где-нибудь Тамбовской или Иркутской губернии, то это прошение непременно попадет в руки государя. В общем, так либо иначе в центральный аппарат большинство из них попадало. По каждому доносу заводилось дело, шло расследование. Политических дел было мало, в основном бытовые. Освобождение от засканий по займам, как бы сейчас сказали, от процентов по кредитам неуплаченных, помещение детей на казенный счет в учебное заведение, причисление незаконных детей к законным, облегчение участи, состоящих под наказанием, досрочное освобождение из-под стражи, то есть такая юридическая текучка, вся падала тоже на это несчастное небольшое третье отделение. Какого рода писали жалобы? Мы тут посмотрели, вы знаете, забавные жалобы поступали на Лубянку той поры, на обольщение девиц, на неповиновение детей родителям и наоборот от детей на злоупотребление родительской властью, на нарушение супружеских обязанностей, просьбы жен об отдельном проживании при обеспечении их существования за счет мужей. Развестись было нельзя, сложно, а вот жить отдельно можно, а кто платить будет? Это должен лишить жандарм. Бенкендорф добрый, поможет. Ну и, конечно, главное это жалобы на чиновников. Кстати, говорят, по субботам жандармы устраивали сожжение отработанных доносов за неделю. Наверное, это было полезнейшее и богоугоднейшее дело. Видите, у нас на этой встрече с вами, на этой беседе совершенно нету музейных предметов, а их потому что нет, они только книги, какие-то списки, записки о работе третьего отделения, было много слухов о списках секретных агентов, которые проникли во все сферы общества, и в каждом литературном кружке, и в каждом дворянском собрании, и в каждом классе в университете, и в каждой гимназии обязательно тайные шпики, агенты голубых мундиров, и вы мундиры голубые, и ты им преданный народ, эти щупальца Бенкендорфа были повсюду, знаете, сколько не искали, сколько не рылись по архивам, никаких, к сожалению, или к счастью, для нашей страны, шпионских списков, секретных агентов третьего отделения, так обнаружить и не удалось, ну или они были очень секретные, немедленно уничтожались, по субботам, еженедельно, путем сожжения, или этих секретных агентов было так мало, что в общем вести по ним отдельный архив не было никакой целесообразности. Содержание вот отчетов с территории, как правило, базировалось на слухах и толках, на данных наружного наблюдения, значит, кто кому ходит в гости, это было очень важно, этот ходит к этому, этот к этому, дружит, а может быть о чем-нибудь говорят не том, но естественно периллюстрация писем, контроль переписки, смс-ок и телефонных разговоров есть всегда и во все времена, и Бенкендорф считал это важнейшим источником информации, не стеснялись, читали все, что хотели. Ну и, конечно, чистосердечное признание преступников уже после ареста есть важнейший элемент доказательной базы, опять всегда и во все времена. Жандармы очень рассчитывали на добровольное доносительство, и это доносительство пытались как-то поощрять, но почему-то в России это не прижилось. Знаете, у нас все-таки, конечно, дикая страна, не европейская, вот недавно мне прислали фотографию, он откуда-то из Швейцарии с автобусной остановки, там такая реклама, девушка симпатичная, явно не швейцарка, с телефонной трубкой и текст, по-моему, на немецком. У вашего соседа в доме теплее, чем 19 градусов по Цельсию, позвоните нам, мы проверим, если это так, получите бонус 200 евро. Телефон доверия, наверное, можно подать донос онлайн. Ну, у них это работает, а у нас как-то с доносительством не очень. Никакими там внедрениями, тайными агентами этим ничем третье отделение, честно говоря, не занималось, потому что, в общем-то, до народовольцев и уже профессиональных революционеров, большевиков, меньшевиков, эсеров, внедряться-то особо было и некуда. Поэтому жандармы пытались держать под надзором, как они говорили, все общественные собрания. Ходили на дворянские балы, дружеские пирушки, литературные кружки, собрания любителей карточных игр, бильярда, ну, вот что-то там в замочную скважину подглядывали, надо же что-то писать. Что-то и писали. Конечно, были и проблемные клиенты, за которыми следили постоянно. Это, их было немного. Это были ссыльные декабристы и ссыльные поляки, участники польских восстаний. Ну, а поскольку революционных организаций не существовало, надо как-то свою полезность на местах доказывать, даже этому крощному аппарату в Петербурге, как доказать свой KPI, надо каких-то государственных преступников найти. Я вам расскажу несколько примеров такого рода государственных преступлений и дел, которыми занималось третье отделение. конечно, наш век, наша передача будет выглядеть почти юмористической до какого-то этапа. Вот дело дворянина Сдановича. Дворянин Сданович вор и уголовник. Дворяне тоже воровали. Сидя в тюрьме в Вильно, то есть в Вильнюсе, он написал донос на своего брата, негодяя, что брат его родной принадлежит к тайному обществу. Брата провели обыск на квартире, и вот не повезло. Обнаружили книги, стихи Адама Мицкевича, польского поэта, немецкую книгу с описанием польских полководцев, принимавших участие в восстании 830-831 годов, а также какие-то польские сочинения с руганью в адрес наместника Польши Константина. Так что донос подтвердился, и несчастного брата арестовали, и, видимо, к чему-то бедолагу приговорили. А вот дело об оскорблении его величества. В 1739 году в Новочеркасске был арестован некто за переписанные от руки стихи, авторство которых приписывалось Пушкину. Кому же еще? Стихи про декабристов. О, великий государь, премудры твои законы, ты изменил мундир и панталоны. Ну и далее. Немного царствовал, да много начудесил, 125 в Сибирь сослал, и пятерых повесил. Кстати сказать, последние две строки широко известны в интернете и действительно приписываются Пушкину, но как вы чувствуете по первым двум строкам, ну, Александр Сергеевич ни в каком состоянии так написать не мог. Это настоящее народное творчество. В интернете гуляют много вариантов этого четверостища, некоторые из которых даже более складные. Так либо иначе с этой идеологической диверсией ребятам Бенкендорфа тоже пришлось разбираться. А вот еще одно дело. Из Шитомира, из тюрьмы, из крепости точнее говоря, бежал некий преступник. Суду предали коменданта крепости старого майора и за разгильдяйство разжаловали солдаты. А дальше произошло следующее. Взрослые сыновья этого старого майора обратились с просьбой разрешить принять на себя отцовское наказание, то есть отца оставить на старой службе, а они сами за него пойдут солдатами в рекрутчину. Тогда на сколько было лет на двадцать, наверное. Такие благородные сыновья. Последовала резолюция руководства третьего отделения во уважение благородного подвига сыновей отца простить, но с тем, чтобы никуда не определять. В рекруте его не забрили, но из руководящей должности в крепости тоже уволили. Одним словом, с очень опасными преступниками приходилось бороться третьему отделению. Хотя, конечно, были дела немного и поважнее, то есть были какие-то политические кружки. Правда, участники этих кружков не то, чтобы не успевали приступить к каким-то революционным действиям, они и не собирались к ним приступать. Сидели, болтали, пили, ели, читали книжки. В 1835-м появился некто Луковский, приехал из Англии. сообщил, что действует там целых два тайных общества. Одно русское, образовавшееся после восстания 14 декабря, а другое польское. Там, мол, в Англии печатается литература полной ненависти к России и лично государю-императору. И эту литературу планируют переправлять по тайным каналам по маршруту Англия-Индия, Индия-Персия, Персия-Грузия, Грузия-Астрахань. Видимо, из Астрахани дальше грузить бочками в Петербург. Ну, как положено в этих случаях, информация о тайных обществах и тайных типографиях была очень общего характера. А чтобы выявить конкретные имена паролей Явки, Луковский попросил у третьего отделения денег. Николай I, которому было доложено, сразу раскусил проходимца и наложил следующую резолюцию. Цитирую. Во всем этом правда только ненависть к нам англичанам. Точка. Не в бровь, а в глаз. Не могу не рассказать еще и об одном знаменитом авантюристе своего времени по фамилии Медокс. Ну, вообще Хлестаков отдыхает, скажу честно. Этот Медокс некий сын английского антрепренера или, как его именовали в документах третьего отделения, жид английский. Это не я придумал, это характеристика Бенкендорфа. Так вот, это сын антрепренеров в 17 лет воспылал идеи послужить отечеством и создать ополчение из горцев Кавказа для войны с Наполеоном. С этой целью он сфабриковал сам себе документы на имя адъютанта, министра полиции, поручика, гвардии, флигель-адъютанта и бог знает кого там еще. И с этой пачкой мандатов, полномочия от имени военного министра и министра финансов поехал на Кавказ. Там по этим документам народ доверчивый у нас, верит бумагам с печатью исторически, получил где-то 10 тысяч рублей, немаленькие деньги и с ними скрылся в целях ревизии войск. Понятно, что никого он там не ревизировал, пьянствовал, его хорошо принимали, естественно, с такими бумагами. И когда в столицу стали уже поступать первые отчеты о действиях этого самозванного ревизора, его арестовали и за проделки отправили в Шлиссельбург ни много ни мало на 14 лет. Однако, после воцарения Николая I амнистировали. Амнистировали, он опять же сделал себе фальшивый паспорт, сбежал куда-то в Одессу, из Одессы еще куда-то, написал царю несколько писем с обвинениями во всех грехах, не за то его посадили. Короче, поймали, опять сослали в Сибирь, в Иркутск. Он не успокоился. Медокс в Иркутске стал следить не абы за кем, а за губернатором. Губернатором в Иркутске в то время был бывший видный декабрист, один из основателей Союза спасения, вас отсылаю к нашему разговору о декабристах, Александр Муравьев. Точнее говоря, не губернатором он был, а городничем. Медокс писал на Муравьева доносы в третье отделение. Он якобы выкрал у Муравьева документы, правда, слал не сами документы, а вольное изложение этих документов от руки после расшифровки. Где-то он их там расшифровал и переписал. Из которых яствовало, что в столицах существует общество тайное, продолжающее дело декабристов. И всем этим из Иркутска руководит Муравьев. Это заинтересовало Бенкендорфа. Медокса вызвали, приставили к нему жандарма и отправили его в Москву. Ну, почему в Москву? Потому что он говорил, что главное декабристское общество в Москве. Они все там на балах собираются и чинят новый заговор против государя-императора. В Москве Медокс в процессе расследования умудрился жениться, ограбил жену, прихватил ее преданное и опять исчез. Однако был жандармами найден и вновь отправлен в Шлиссельбург, где провел еще 22 года вплоть до смерти Николая. Очень яркий и живучий парень. Чем еще занималось третье отделение? Не поверите? Улучшением жизни рабочих. Ими была создана специальная комиссия для исследования быта рабочих людей в столицах. И по инициативе третьего отделения в Петербурге устроена постоянная больница для рабочих. Затем такая же больница была создана и в Москве. Конечно, занимались вопросами культуры. Поскольку декабристов спрашивали, откуда у вас такие шальные сумасшедшие идеи, и они отвечали со ссылками на иностранных философов, публицистов, то был сделан несложный вывод, что иностранная литература вредна, цензуру надо усилить и лишние публикации переводные иностранных авторов запретить. Был принят так называемый чугунный цензурный устав, правда, ненадолго, через пару лет его сильно смягчили, но так либо иначе, хотя формально цензура была под контролем Минпроса, но реально цензурой занималась спецслужба, третье отделение. Я не привожу никаких аналогий, я просто вам рассказываю. Цензорами было много очень приличных людей. Писатель Аксаков работал цензором, тот самый, который «Аленький цветочек», поэт Глинка, Вяземский, Тютчев. Все это хорошие цензоры. И, в общем-то, наличие таких фамилий в числе служащих третьего отделения говорит нам о чем? О том, что никакого революционного движения в обществе не было. А хранительную позицию государства в основном общество тогда поддерживало. Политические и литературные дела были единичны. Самое известное из них, конечно, дело Чадаева, его философическое письмо, которое было напечатано в 1836 году в журнале «Телескоп». Чадаев, романтический певец национального пессимизма, конечно, шокировал всех, даже Александра Сергеевича Пушкина, достаточно свободомыслящего человека. Телескоп журнал был запрещен, цензор, пропустивший это письмо, отставлен от службы, а редактора даже сослали куда-то. Чадаева хотели тоже сослать в Сибирь, но заступничеством Бенкендорфа всего лишь поместили под домашний арест и объявили тронувшимся в уме. Вот нас пишут, объявили сумасшедшим. Если бы объявили сумасшедшим, посадили бы в сумасшедший дом, одев смирительную рубаху и как там лечили буйных сумасшедших в то время, вы можете догадаться, ничего подобного. Чадаева всего лишь на некоторое время оставили под домашним арестом с обязательным ежедневным визитом к нему за казенный счет доктора, который справлялся о его здоровье, главным образом здоровье ментальным. Вот что писал Бенкендорф по поводу статьи Чадаева. Статья сия возбудила в жителях московских всеобщее удивление. В ней говорится о России, о народе русском, его понятиях, вере, истории с таким презрением, что непонятно даже, каким образом русский мог унизить себя до такой степени, чтобы нечто подобное написать. Подобная статья не могла быть написана соотечественником, сохранившим полный свой рассудок. Его величица повелевает, дабы вы поручили лечение его искусному медику, именив всему последнему в обязанность непременно каждое утро посещать господина Чадаева и чтобы сделано было распоряжение, дабы господин Чадаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха. Сиделка в промозлую погоду дома. Ну и еще из литературных дел Лермонтов дерзкая, по тем временам возмутительная стихотворение на смерть поэта, ссылка на Кавказ, правда ненадолго, благодаря заступничеству богатой бабушки вскоре Михаила Юрьевича вернули. Он был прощен. Тарас Шевченко со стихи на украинском языке был забрит в солдаты. Ну, до этого его мы выкупили из крепостных, как мы помним, наша дворянская интеллигенция. Стихи были внимательно изучены и без права писать и рисовать Шевченко был отправлен на военную службу. Жестоко? Жестоко. Интересно, что написал глава третьего отделения, тогда уже Алексей Орлов, по поводу этого дела. Стихами сиими в Малороссии могли посеяться и укорениться мысли о возможности существования в виде отдельного государства, что возмутительно. Не откажешь Алексею Орлову проницательности. Не откажешь. Попали в третье отделение и коммунистические сочинения. Маркс, Энгельс и иные. И вот тут реакция третьего отделения была поразительной. Эти сочинения прошли специальный так называемый Бутурлинский цензурный комитет, который запретил опровергать коммунистические идеи и вообще дискутировать на эту тему. Какое было объяснение? Ибо в процессе полемики приходится излагать, кавычки открываются, и самые правила этих систем, имеется в виду коммунистических систем, марксистских учений, излагая и самые правила этих систем ложные для ума зрелого и благонамеренного, но вредные в чтении людей легкомысленных. Шикарно, не правда ли? То есть умный человек, опытно образованный, поймет, что это все белиберда, то, что пишут коммунисты, а вот молодой легкомысленный может взять это на веру. Поэтому лучше мы это вообще не будем ни комментировать, ни опровергать, ни обсуждать. Мы коммунистические идеи будем не замечать. Для того времени весьма тонкий подход. Я повторюсь, что Бенкендорф и Алексей Орлов не вникали в оперативную работу. Для этого у них были заместители. Заместители толковые. При Бенкендорф это главным образом был Максим фон Фок. Я почему упоминаю эту фамилию? Она достойна памяти интересующихся историей спецслужб. Потому что, собственно, Максим фон Фок, старый полицейский волк, он был директором канцелярии Министерства внутренних дел, он и придумал создание третьего отделения. Он написал записку Бенкендорфу через несколько месяцев после восстания декабристов относительно создания некой высшей полиции. Раскритиковал существующую систему сыска, написал, что у агентов низкий моральный уровень, они заинтересованы в деньгах, поэтому часто поставляют избыточную, непроверенную информацию в надежде на премии, на вознаграждение. Предложил поменять структуру, перевести часть опытных чиновников из МВД новую спецслужбу, подчинив всех непосредственно Бенкендорфу. По сути, идею, структуру и бюджет третьего отделения придумал фон Фокк. Бенкендорф этой идеей загорелся и уже эту записку за своей подписью, доработав, отправил императору Николаю. Интересно, что когда фон Фокк умер, знаете, как отреагировал Пушкин? Вот так, не догадаетесь. На днях в Петербурге скончался фон Фокк, начальник третьего отделения государевой канцелярии тайной полиции. На самом деле, начальником был Бенкендорф, фон Фокк. Был начальником де-факто. Это человек добрый, честный и твердый. Смерть его есть бедствие общественное. Вопрос, кто будет на его месте? Этот вопрос важнее другого вопроса, что мы сделаем с Польшей. 731 год, разгар польского восстания. Ну и, наконец, еще одна фамилия, которую нельзя не упомянуть, потому что, собственно, этот человек и является подлинным не Дзержинский, не Лаврентий Павлович. Он является подлинным системным создателем системной отечественной спецслужбы. Это офицер боевой Леонтий Дубельт. Тоже из немцев, из прибалтийских дворян, очень скромного происхождения. Он потом сно-дворянства добился годам к 40 военной службы. Участник всех военных походов войны 1812 года, ранен при Бородино. Кстати, что характерно, очень либеральный мыслящий, дружил с декабристами и с Михаилом Орловым, и с Волконским. Привлекался за эту дружбу, за связи, за посещение декабристских кружков к следствию. Он все-таки был замаран тесным общением с государственными преступниками. Ушел в отставку с воинской службы, и вот в 1830 году полковник Дубльт поступает на перспективную работу в корпус жандармов. Не в третье отделение, а в корпус жандармов. И там он становится дежурным офицером, помощником при Бенкендорфе. Бенкендорф его ценил невероятно, считал своей правой рукой. Дубльт был поразительно организован. Невероятно трудолюбив, говорили, что Дубльт раньше всех в империи просыпается и последним в империи ложится спать. И очень умен. Герцен писал, что Дубльт, цитирую, наверное, умнее всего третьего и всех трех отделений канцелярии вместе взятых. Черты его, со слов Герцена, имели чье-то волчье и даже лисье. То есть выражали тонкую смышленность хищных зверей, вместе с тем уклончивость и заносчивость. Такой изощренный комплимент. Ну, скажем, что нелюбовь Герцена и Дубльта была взаимной. Дубльт, как вспоминали современники, заодно только упоминание имени Герцена вспыхивал, как порох. Губы его тряслись. Герцен, кричал он с неистовством, у меня три тысячи десятин жалованного леса. Я не знаю такого гадкого дерева, на котором бы я его не повесил. Поэтично выражался. А вот, что писал Дубльт своим сыновьям. Это неофициальное письмо начальству, это наставление подрастающим взрослым сыновьям. Не заражайтесь бессмыслием Запада. Это гадкая помойная яма, от которой кроме Смрада ничего не услышите. Не верьте западным мудрствованиям, они вас к добру не приведут. Вот такой был человек. Дубльту приписывалась уникальная способность по выражению лица и голосу собеседника угадывать его мысли, что он скрывает. Ну, то есть, техника, которую сейчас учат в спецслужбах, мало кто может ей на самом деле овладеть, страшно сложно, язык жестов, язык мимики, видимо, как-то интуитивно этим спецтехникам ЦРУ и нашей разведки интуитивно Дубльт владел. При этом все вспоминали его как человека порядочного, не злого, который помогает нуждающимся, особенно бедным сиротам из простых семей, которые всегда держат данное слово, к которому можно обратиться, попав в тяжелую ситуацию. При этом как Бенкендорф, так и Дубльт терпеть не могли инициативных доносчиков-любителей. Они прекрасно понимали, что донос очень часто орудие мести, и, честно говоря, их просто презирали. У Дубльта был такой принцип, доносчикам и осведомителям из числа инициативных добровольцев эффективно донос платили. Но Дубльт платил всегда цифрой кратным трём. Он говорил, а это в память о 30 серебряниках, чтобы они понимали, кто они есть. Тем не менее, эффективные и лично порядочные люди Бенкендорф, Дубльт, Орлов, в общем-то, и создали первую машину спецслужб, третье отделение. Оно хорошо работало, пока всё было спокойно, пока дело ограничилось такими полусмехваторными делами, о которых я вам рассказывал. Когда начались большие проблемы, когда появились народовольцы, настоящие заговоры, когда царя чуть не взорвали в Зимнем дворце, вот тогда и было принято решение третье отделение ликвидировать. Слишком оно мягкосердечно, слишком оно либерально, пора переходить к жёсткой линии. Функции третьего отделения были переданы департаменту полиции, МВД, и, конечно, уже с другими штатами, с другими финансами и с другими возможностями. Закончить я хотел бы рассказом о деле Петрашевского, который является прекрасной иллюстрацией деятельности третьего отделения. Многие наши либеральные историки представляют его как естественный результат планомеренности работы Бенкендорфа и Дубельта. На самом деле, это не совсем так. Дело действительно неприятное, тяжёлое и бессмысленное. Ну, давайте я вас, как говорится, введу в контент, а там уже потом мы сделаем с вами выводы. Согласитесь вы с моей позицией или нет? Значит, кто такие Петрашевцы? Петрашевцы это условное название, как и декабристы. Это не одна организация, это вообще не организация, это даже не один кружок. Это несколько литературных кружков в Петербурге, самый известный из которых это кружок Петрашевского. Петрашевский хозяин большой квартиры, где члены этого литературного кружка собирались. Сам он молодой человек, ему не было ещё и 30 лет, блестяще образованный. Вопустник, кстати, Царскосельского лицея, хотя он после Царскосельского лицея, который приравнивался к высшему образованию, уже мог пойти работать в любое министерство, но тем не менее поступил ещё и закончил юрфак Московского университета, то есть глубоко образованный человек, работал в МИДе. Отец знаменитейший хирург, он даже пытался спасти Милорадовича смертельно раненого, хирург, военный медик, который дослужился, представьте себе, до генеральского чина, очень уважаемый. После отца Михаил Петрашевский наследовал огромную квартиру в Петербурге. Квартира большая, собираться в неё удобно, и друзья его, единомышленники, сослуживцы собирались, обсуждали разного рода прогрессивные политические идеи. Называлось это «Пятница у Петрашевского», поскольку собирались они после работы вечером по пятнице. Среди самых известных посетителей литературных «Пятниц» Николай Данилевский, автор интереснейших книг, и всем рекомендую почитать, кто не читал, и очень актуально звучащий и сегодня «Россия и Европа». Запомните это имя? Это, конечно, Фёдор Михайлович Достоевский. Это другой известный писатель той поры Алексей Плещеев, и это даже Салтыков-Щедрин. Всего посетителей всех этих литературных кружков, не только, Петрашевского следствие потом насчитает более 150 человек. Ужинали, общались, обменивались мыслями по поводу модных тогда социалистических теорий социалистов-утопистов-фурьер. Была большая библиотека у Петрашевского, надо сказать, что библиотека в основном запрещенных на тот момент цензурой книг. Пропагандировали среди товарищей социалистические и материалистические идеи. Любые насильственные действия Петрашевцы отрицали, революции, мятежей не замышляли, но говорили о том, что необходимо отменить крепостное право, необходимо провести реформы. Иногда даже выступали публично за конституционную монархию. Эта тема тоже обсуждалась. То есть, по большому счету, судить их можно было, если судить, не за деяние, они ничего не делали. Осуждать либо судить их можно было только за слова. Ну, а слова, кто тогда не говорил о необходимости реформы? Сам Николай говорил, сам Бенкендорф был противником крепостного права. Да, собственно, все третье отделение считало, что крепостное право, как мы с вами на прошлой встрече обсуждали, есть пороховой склад, заложенный под государством. Так бы все это и закончилось, наверное, общими разговорами, если бы в литературный кружок Петрушевского не проник один полицейский агент, не сотрудник третьего отделения. Это был сотрудник полиции. И этот инициативный полицейский агент слушал и записывал, слушал и записывал, слушал и записывал. Написал огромный-огромный донос. Из управления полицией, дело политическое, попало к Дубельту в третье отделение. Дубельт доносу хода не дал. Он посчитал это все глупостями и чепухой. Однако, дело так-либо иначе приобрело отвечание. Министр внутренних дел лично стал эту историю продавливать, что это опасный заговор, предполагало, что все это будет доложено в самых черных красках императору. Пришлось тогда третьему отделению проявить инициативу и совместно с полицией под ее давлением, под давлением Министерства внутренних дел произвести арест. Арестовывал Петрушевского Дубельт лично. По легенде, Петрушевский смеясь попросил Дубельта не смотреть на полки в его квартире в библиотеке. Он говорит, вы знаете, здесь только запрещенная литература, вам просто станет дурно, если вы увидите все эти корешки. Дубельт был человек опытный, дурно ему не стало. В результате постепенно рождается политическое дело. Что вменяется Петрушевцам в вину? Главным образом два пункта. Первый явный богохульство. Они действительно читают вслух, восхищаются, аплодируют очень модному тогда письму Виссариона Белинского Гоголю. Это письмо было официально запрещено, оно содержало резкие высказывания в адрес как самодержавия, так и церкви в первую очередь. Ну и второй пункт обвинения, помимо богохульства, создание революционной организации. Второй пункт был совершенно надуман. Третье отделение попыталось дело все-таки спустить на тормозах. Ничего не получилось. Был создан специальный суд, возглавлял этот суд брат министра внутренних дел, брат брату помог, и были вынесены этим специально созданным полувоенным судом невероятные, невероятные для литературного кружка приговоры. 21 человек был приговорен к расстрелу и значительное число к ссылке в Сибирь. Представьте себе, военный мятеж в центре столицы декабристов, войска стреляют по правительственным войскам, пять смертных приговоров, какие-то ботаники, интеллигенты на квартире, ну читают запрещенное письмо и говорят о необходимости реформ. 21 расстрельный приговор. В числе приговоренных к расстрелу был и молодой военный инженер, подающий надежды писатель, Федор Михайлович Достоевский. На тот момент, по-моему, поручик в отставке. Чем объяснить подобную жестокость? Объяснения может быть два. Первое, конечно, борьба спецслужб, то есть МВД против третьего отделения, кто лучше защитит императора и Россию. Второе объяснение, самое главное, надо обратить внимание на дату. Все это происходит в 1849 году. Вся Европа накануне была потрясена серией революций, восстаний и мятежей. Вся Европа полыхает. И, конечно, Николай I находится на невероятном взводе. У нас ограничилось волнениями в Польше и все. Но все ждут, не перекинется ли это в Россию. Нет ли в России тайных организаций, которые как-то связаны с европейскими. В конце концов, Бенкендорфу третьему отделению удалось смягчить этот безумный приговор. Было решено проучить петрашевцев. Их в белых балахонах зимой вывели на эшафот. Первых трех привязали к столбам. Руки за столб сзади. На голову одевается белый колпак. Сначала над головами их ломаются шпаги, поскольку это дворяне. Это так называемая гражданская казнь, лишение дворянского звания и всех гражданских прав. Затем Петрашевские и еще два участника его кружка привязаны к столбам и напротив них выстраиваются солдаты с заряженными ружьями. Все остальные 18 приговоренных к расстрелу наблюдают за этой сценой. В последнюю секунду перед командой Пли зачитывается императорское решение, императорский указ о помиловании. Всех отправляют в ссылку либо на каторгу в Сибирь. Достоевский получит 4 года каторги, проведет их в Омской каторжной тюрьме, после этого еще недолгое время в солдатском гарнизоне. Эти события полностью перевернут мировоззрение Федора Михайловича в каторжном аду, заставит его по-новому взглянуть и на свою жизнь, и на жизнь своей страны, и превратит молодого либерала Достоевского в одного из самых консервативных и таких проправославных писателей и философов своего времени. В общем, как вы видите, дело Петрашевцев это тоже не инициатива Бенкендорфа и Дубльта. Вот так сложилось в темные времена на фоне революционно бурлящей Европы безумная конкуренция силовых ведомств привела к такому безумному делу. Достоевский вспоминал о Дубльте потом как при приятном человеке. И Федор Михайлович не кривил душой. Равно как Бенкендорфа с теплой вспоминали декабристы, так и Дубльт всегда старался проявить максимальное участие, понять мотивы и насколько возможно смягчить судьбу осужденных, расследуемых им дел и потенциальных государственных преступников. Он действительно относился к людям по-человечески. Надо сказать, что эти приятные люди делали пренеприятную работу. Что ж тут поделать? Если бы на их месте оказались кто-то другие, люди с типажом князя Кесаря Рамадановского, Малюта Скуратова, и иных наверное Федору Михайловичу и Декабристам и Петрашевскому пришлось бы гораздо тяжелее. Наверное Чедаев не сидел бы под домашним арестом с ежедневным визитом доктора. Лермонтов бы оказался не на Кавказе, а где-то совершенно в другом месте. Появление спецслужбы было закономерно, но слава Богу, что во главе ее оказались действительно порядочные и адекватные люди. И в заключение я хотел бы привести вам один интересный отрывок из письма Бенкендорфа. Он писал это из своего эстонского, точнее сказать, лифлянского имения. Уже на закате дней, устав от любовных приключений и неприятной работы в столице, он находился там, видимо, в временном отпуске. Здесь все спокойно и в этом счастье. Есть только одно желание, чтобы все было по-прежнему, все шло своим чередом. здесь чувствуешь себя за сотни лет от больных идей нашего века. Вот так писал старый, добрый, рассеянный и наивный, великий и ужасный глава третьего отделения жандармского корпуса Александр Бенкендорф. цивилизованный консерватор. Он зря вздыхал. Он и представить себе не мог, что такое больные идеи века. Он и представить себе не мог, какие больные идеи принесет век грядущий, как будут работать будущие последователи третьего отделения и каким кошмаром эти больные идеи могут обернуться для его любимого отечества. Ну, вот такие это были люди и такие времена. Я не учу вас истории. Для этого есть учебники, учебные курсы и программы. Я ни за что вас не агитирую, ничего не пропагандирую, не занимаюсь морализаторством и определением, что такое хорошо, что такое плохо. Вы сами потом, либо по ходу нашего рассказа, должны делать выводы для себя. Я просто рассказываю вам историю, как оно было. Или как мне кажется, как оно было, потому что история всегда вещь субъективная. И поверьте, нас тут собралось больше 150 человек. Каждый из вас выйдет, и у каждого будет собственное впечатление об этой встрече, собственная трактовка только что произошедших одинаковых событий. Вот так история это не математика. В истории закона всемирного тяготения не действует. В истории все проходит через личное восприятие человека, как он относится к событию, как он относится к этому деятелю, как на него это непосредственно повлияло. Поэтому история в этом отношении абсолютно субъективная, хотя наука, но особо. Человек, который будет главным героем нашей истории, на самом деле совсем не тот, за кого его выдают учебники, причем не только учебники советские, но даже и учебники танца девятнадцатого века, и начала двадцатого, и многие известные, популярные, авторитетные историки, такие как Сергей Соловьев. Я поражен сам, но просто все неправда, что о нем писали. И наш любимый, наш все Александр Сергеевич Пушкин, тоже не очень справедлив по отношению к нему. А человек этот очень интересный, особый человек. Это министр народного просвещения и автор знаменитой «Триады», которую все называют теорией официальной народности, государственной идеологией императорской России, которая звучит «Православие, самодержавие, народность». А вот дальше каждый понимает это по-своему. Сергей Семенович Уваров. Я не буду рассказывать только об Уварове. Я буду рассказывать о том, что он создал и, отталкиваясь от него, вообще о проблеме государственной идеологии. Нужна она? Не нужна? Как мне кажется? Может быть, мы побеседуем, как вам кажется? Будем говорить об общественной мысли в России в 19 веке и вообще в широком смысле об идеях как таковых и о человеке. Поэтому тема получится довольно сложная. Я обычно пишу всякие черновики. По секрету вам скажу, технология такая, что обычно 15 страниц вот такого текста с поправками это полная академическая пара получается. Там час 15, час 20. У меня после многократных сегодня сокращений я тут с утра сокращал, 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 досокращал до 40 страниц. Сейчас получится три пары мы должны с вами отсидеть, чтобы я все вам рассказал в сокращенной версии. Поэтому я максимально свернусь насколько возможно. Начнем с теории вопросов, с истории термина. Термин идеология довольно молодой. Идеи-то были всегда у людей. А вот что такое идеология как система идей, система, как говорили, твердых постулатов, на которых базируется вся политика и вся экономика. Вот этот термин появился у французского философа Де Тросси только в начале 19 века. Вот он сформулировал, что есть идеология. Затем у всех ученых, философов, практиков политических конечно этот термин приобретал собственное звучание. Маркс говорил, что идеология это все болтовня, это подмена понятий, потому что на самом деле идеология классовая, у пролетариата одна идеология, у буржуазии другая и так далее. Суть в классовой борьбе. Ленин как мы помним с вами сказал, что есть только одна идеология научная, я упрощаю немного, остальные лженаучные и под научной идеологией подразумевался марксизм, который мы с вами изучали в советских высших учебных заведениях. Конечно, даже те страны, где официально не акцентировалось на идеологии внимания, все они свою государственную идеологию на самом деле имели. понимаем с вами, что фашистской Германии была нацистская идеология. Очень конкретная. У британцев во плоти демократии была идеология, которая как бы не формулировалась, но великий писатель Киплинг написал о бремени белого человека. Он самые хорошие мысли закладывал в эту идею, но политики тут же поняли, что это прекрасное идеологическое обоснование миссионерской роли Британской империи, которую, соответственно, надо укреплять, расширять и, взвалив на себя это тяжелое бремя, все, что только можно на географической карте под Британию, где никогда не заходит солнце, собрать в Америке. Я надеюсь, мы не будем с вами наивными, мы понимаем, что государственной идеологии там, конечно, нет, институция, она не закреплена. Но идея американской миссии, идея экспорта демократии и американских принципов мироустройства, как они понимают, наверное, им кажется, что это самое правильное. И те правила, по которым живет Америка, по ним может жить и арабский мир, и Ирак, и Европа, и Ливия, и Япония, да и, собственно, все. Потому что, если это работает, как кажется американцам в Америке, значит, должно работать везде, потому что самая правильная система ценностей. Американская мечта выглядит красиво, а на самом деле это что? Это идеология общества потребления, в такой вот квинтэссенции, в самой сжатой. Поэтому идеология есть везде, не будем себя обманывать, хотя современные ученые, философы, экономисты, которые придумали массу всяческих теорий, спорящих с Марксом Энгельсом и теории исторического материализма, теория, не буду вас погружать в детали, модернизации информационного общества, постиндустриального общества, они все сходились на том, что вроде бы как идеология умерла. Она больше не нужна, потому что сейчас технический прогресс, либеральная идея победила во всем мире, как писал Фукуяма несколько десятилетий назад. Идеология это уже такая тема устаревшая. Как мы понимаем с вами, практики смеются над Фукуямой по сей день, потому что ничего не умерло и либеральная идея не совсем победила во всем мире. В нашей стране тоже есть документ официальный, кто не знает, называется «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Принят в конце прошлого года. Речь идет о том, что в основе российского политической мысли должно стоять укрепление духовно-нравственных ценностей. И Россия является оплотом и защитником традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. Все это правильно, мы все с этим согласны, ценности свои надо защищать, но вопрос в том, что это за ценности. Тут выясняется, что у каждого ценности свои, поэтому как историки мы должны рассуждать с вами следующим образом. Если мы говорим о традиционных ценностях, значит, они должны быть укоренены где? В традиции, то есть в истории и культуре. Вот к числу таких исторических формул и принадлежит уваровская идея, уваровская триада трех основополагающих ценностей, как он видел, православие, самодержавие и народность. Сколько у нас график с вами довольно плотный, времени мало, я не буду вам долго рассказывать предисторию, как бы на чем стоял уваров, он же не просто так это все придумал. Была идея идеология московского царства, идея монаха Филофея, Москва, Третий Рим. Почему-то у нас ее вульгарные публицисты трактуют как идею Константинополь нашим. Поскольку мы Третий Рим, два Рима по душу и по грехам своим, и Четвертому не бывать, то Москва должна, как минимум, занять Константинополь, объединить от себя православных христиан всех, а там глядишь и дальше. Значит, ничего этого монах Филофея, вообще религиозные книжники той поры, конечно, в виду не имели. Они имели в виду духовные ценности, царство небесное. Это все потом политики придумали. Поэтому никакой имперской экспансии у первых идеологов московских не было. Они как раз говорили о том, что московский царь защищает вот эти последние ценности. Помним с вами один внук Александр, второй внук Константин. Все это было очень удобно. Надо идти на Константинополь. У Петра I своя идеология очень простая. Служение государству и главный его идеолог Феофан Прокопович, епископ Псковский-Новгородский и руководитель Синода. Служение государству. Все служим государству. Причем Прокопович чем очень нравился Петру I? Тем, что церковь ставилась как институт в подчинение государству. Священники тоже должны обслуживать государственные интересы. Мы Петра очень ценим как преобразователя, реформатора, но скажу вот мое личное мнение, что эту идею мы его не разделяем. Я считаю, что она порочная и опасная. Это сейчас не тема нашего разговора. Вы сами об этом подумайте. Затем Александр I. Какие были идеи? Подъем национального духа. С одной стороны, западнически запал все перенимать у Европы, он со временем стал угасать, потому что а что у них перенимать? Все, что в Аглии хорошее, мы переняли, а у них тут революция, богохульство, вольтерианство. Происходит черт знает что. Мы, как говорил Суворов, русские и прусские всегда бывали, чего у них перенимать? Поэтому, особенно после войны 1812 года, после взятия Парижа, поднимается национальное самоуважение и самосознание и появляется первая национально ориентированная идеология. Вот тут звучит фамилия Карамзина. Собственно, первый популяризатор истории, замечательный. Вы знаете, что книги Карамзина при жизни переведены, вот история государства российского, на десятки языков, включая китайский. Настолько он был популярен. Да, Карамзин, кстати, офицер, поручик, служил, правда, не воевал, потом вышел в отставку, попутешествовал по Европам, побывал в Париже, послушал лично Мирабо и Робеспьера, не понравилось ему, вернулся и познакомился с сестрой государя-императора Александра I. Знакомство с Екатериной Павловной очень полезное, он ей очень понравился, Карамзин, образованный. Она сказала, вы знаете, я вас с братом при случае познакомлю, вот все, что вы рассказываете, так интересно и про историю, и как оно все в Европе. Екатерина Павловна жила в Твери, помните, вместе со своим мужем очень много поспособствовало благоустройству города, и вообще была девушка современная, вот к ней приехал в гости брат Александр, она тут же Карамзина как-то тайно из Москвы вызвала и организовала им встречу. Карамзин и новой России, и ее политическом, и гражданском отношениях. Тогда был такой язык. Записку передали Александру. Александр прочитал, встретился с Карамзиным, долго-долго они беседовали на троих, Екатерина, Александр и Карамзин. И вот что самое интересное, первое, вы не поверите, записку запретили к печати. Ее впервые опубликовали целиком, чуть ли у нас не в начале 20 века, где-то уже перед революцией. Карамзин причем пытался ее опубликовать, у него оригинал забрали, раньше печатных машинок не было, он написал ее в подлиннике, в одном экземпляре, отдал царю, потом попросил назад, Александр просьбу проигнорировал, Карамзин по памяти, по черновикам восстановил, отдал в печать, ее запретили к печати. Почему? В общем, суть в том была, что, чтобы понять момент современный, надо нам обратиться в прошлое и посмотреть, как правили ваши предшественники. И дальше сделал исторический экскурс от Ивана Калиты и вплоть до батюшки государя-императора Павла Петровича. Раскритиковал всех, вот всех, включая Екатерину, особенно досталось Петру Великому. Очень жестко, поэтому записку и запретили к печати. Ну и в конце Карамзин делал выводы, как надо дальше, предсказывал неизбежность войны с Наполеоном, что Александру не понравилось, он пытался этого избежать, а Карамзин оказался прав. И заложил свои взгляды на крепостное право. Александр I реформатор, он же хотел конституционную монархику, а лучше республику, крестьян отпустить, он молодой, он преисполненный дед. У него в Спиранске тут почти премьер-министр. А тут появляется этот молодой историк, поездивший по Европам, послушавший Робиспьера, и говорит, какие реформы, вы что? Я далее цитирую. Что значит освободить у нас крестьян? Дать им волю? Жить где угодно? Отнять у господ всю власть над ними? Подчинить их одной власти правительства? Хорошо. Но сии земледельцы не будут иметь земли, которая есть собственность дворянская. Значит, будут обращены по мысли Карамзина на нищету, а значит бунт. Поэтому, говорит, нельзя освобождать крестьян, потому что тем более без земли. Как-то надо все делать по-другому. Главный вывод в его записке, тоже довольно интересный, звучал так. Вводить какие-либо новшества в государственный порядок кавычки. Зло, коему надо прибегать только в крайней необходимости. То есть ничего не менять. Александру записка, как раз я знаю, сверхконсервативная, не понравилась. Говорят, что даже потом, когда ему принесли список к награждению за какие-то заслуги, в том числе и Карамзин был в этом списке, Александр лично Карамзина вычурнал. Но потом проходит время, война, Наполеон, уже совсем другой Александр возвращается из Европы, и он вспоминает. Карамзина приближает к себе, Карамзин начинает издавать свою историю. Просто Александр изменился. История Александру очень нравится. Это такой мега-бестсерия. Очереди были в книжной, записывались, чтобы купить историю. Он бешеных денег стоил. Он даже приглашает Карамзина к себе домой пожить. У них не общая квартира была. Александр жил в Царском селе, там были гостевые домики, так называемые. Вот один из гостевых домиков, как дача, была дана Карамзину с семьей. Он там жил, они вместе с Александром гуляли, беседовали на исторические темы. Александр срывал полевые цветы, там ходил, собирал. Он такой романтик. Завязывал их ленточкой, оставлял на подоконнике жене Карамзина. Весь Александр был в этом. Он не мог не делать приятное всем женщинам вокруг. К чему я вам рассказываю про Карамзина? Потому что он очень близко потом познакомится с Уваровым. Поскольку мы в Питере, мы знаем, где жил Уваров. Семь минут отсюда Яндекс вам покажет пешком идти. Это Малая Морская, дом 21. Дом Уварова. И там в доме Уварова собирался так называемый кружок Арзамас. Это был литературный кружок. Ну там они собирались в основном в доме Уварова по четвергам, а также в доме других членов. Тут прямо можно питерскую географию изучать по адресам. Невский проспект 80, по-моему, это чуть подальше. Набережная Фонтанки 20, Галерная 12. Вот это были адреса основного Уварова, кружка Арзамас, куда входили и молодые, и не очень молодые поэты, литераторы, Жуковские, Батюшков, Пушкин, молодой совсем, и Вяземские, и молодые политики, государственные деятели и чиновники, такие как Уваров. Там была пара будущих министров. И туда же Уваров приглашает Карамзина. Карамзин читает там свою историю и государства российского. И у Уварова постепенно рождаются консервативные мысли в основу его будущего мировоззрения. Хотя Уваров на тот момент еще совсем-совсем не министр. Кстати сказать, почему кружок назывался Арзамас? Кто угадает? Потому что был какой-то известный Арзамасский гусь. Собирались, общались, дружили, читали стихи, спорили, статьи. Пушкин читал, Руслан и Людмилу обсуждали. В конце подавали гуся в яблоках Арзамасского. В честь этого кружок Арзамас. Кружок распался потом, к сожалению, после восстания декабристов окончательно, потому что кого-то из тех, кто бывал на этом кружке, осудили. Одного из участников даже приговорили заочно к смертной казни. Он уехал за границу Тургенев. Брат его остался. Долгая история. Разошлись путем. В общем, какая-то национальная идея летает в воздухе. Пушкин пишет записку императору о народном образовании еще до триады Уварова. И Пушкин пишет, у нас очень плохо обстоит дело с образованием дворян. Вот эти домашние учителя, все эти безграмотные, это французик из Бордо, надсаживая грудь, чему-то там учит. Уезжают учиться за границу, тоже непонятно кто как чему учит. Сеть национальных университетов и школ не развита, надо уделить этому внимание. То есть это всех волновало. Николай I, правда, своеобразно сделал выводы и запретил обучение за рубежом. Ну, зачем он не запретил, тогда такого не было. Он издал указ, согласно которому те, кто получили образование в национальных учреждениях, либо в крайнем случае домашние и сдали потом экзамен, они могут идти на гражданскую военную службу в империи. А кто учился в университетах зарубежных, во всяких там Кембриджах и Оксфордах, они не могут наступать на государственную службу. И все. То есть учитесь, но потом работайте где хотите. Намек был понят, и поэтому количество желающих учиться за границей резко сократилось. Я рассказал, как развивалась общественная мысль до появления Уваровской формулы, но прежде чем мы будем говорить о том, была ли это на самом деле государственная идеология, как все думают, давайте немного об Уварове как о человеке. Потому что личность это очень интересная. Это классические Александровские либеральные вельможи. Он родился в старинной семье. Папа у него в церкви, погиб на войне со шведами. Дед генерал погиб в семилетней войне. Такая сложная дворянская жизнь. Семейство знатное, нельзя сказать, что сверхбогатое, но не бедное. Воспитывался дома, воспитывал его французский аббат. Потом, когда разрешили при Александре первым выезжать за рубеж учиться, он уехал в немецкий университет, тоже поездил по Европе. Вообще, замечательных дарований юноша. Знал свободно семь языков, включая древнегреческий латынь. На четырех языках писал стихи, прекрасно рисовал, сохранились его рисунки. В Европе познакомился с Гумбольтом, с Геттем, уаров был в переписке, с мадам де Сталь. Поступил на работу в посольство. Тут везде сказывались его родственные связи, потому что фамилия это старая, старинная. И вот его родственник стал посланником в Париже, взял на работу к себе, потом поработал в Вене, а потом начались материальные проблемы, потому что все-таки большое хозяйство, вдова мамы не тянуло, все заложено, перезаложено, и он вернулся в Россию и решил все материальные проблемы сразу и очень удачно. Женился по расчету, но расчет оказался верным, потому что жену он очень любил. Они прожили вперед за бегу 40 лет в браке, у них было четверо прекрасных детей. О детях тоже потом расскажу. Женой его звали простая русская фамилия Катя Разумовская. Она была дочерью Алексея Кирилловича Разумовского, который, соответственно, сын Кирилла Разумовского, который, брат, мы помним с вами, то ли фаворита, то ли гражданского мужа Елизаветы Петровны, но в общем это сверхэлита, одна из самых богатых семей империи. И Уваров моментально становится одним из самых богатых помещиков. Вообще ему везло, ему все завидовали, ему все получалось. Родился в хорошей семье, по блату устроился в посольство, потому что его дядя посол. Затем женился, женился на дочери министра и одного из самых богатых вельмож. Естественно, тесть не мог ему не помочь, поэтому он взял к себе молодого парня, одаренного ученого. Уже к тому моменту Уваров написал множество научных работ, записок, он такой юноша, известный даже в европейских кругах своими научными работами. Он его взял на работу в Министерство просвещения и очень быстро назначил на важную и почетную должность здесь, в Санкт-Петербурге, руководителем Санкт-Петербургского учебного округа. Вся страна была поделена на несколько учебных округов, которые отвечали за всю систему образования на территории, от университетов, высших учебных заведений, до гимназий и училищ. И вот, работая в Министерстве просвещения, кстати, знаете, где оно находилось, да, тоже неподалеку, район, вот где Вагановское училище примерно, там, по-моему, сейчас комитет по городостроительству и архитектуре Петербурга, но комитет занимает только часть этого здания, улица Зодчего-Росси, площадь Ломоносова, такой целый квартал. Этот квартал начал тогда строиться, строился в основном при Уварове, когда уже Уваров станет министром, и сразу забегая вперед, хочу сказать, что сейчас там много организаций разных государственных и коммерческих, а тогда все это огромное здание занимало Уваровское Министерство просвещения. Это очень символично, потому что никогда в истории России ни до, ни после, ни по сей день не будет иметь такого веса, влияния, бюджета и масштаба Министерство просвещения, как оно имело при Уварове. Но начал он с Санкт-Петербургского округа, работает у Тести, неплохой администратор, то есть выяснилось, что не только молодой ученый, дипломат, археолог, он археологией увлекался, востоковед, он очень любил восточные языки, филолог, лингвист, но и толковый очень администратор. Увеличивал количество гимназий, вводил учебные программы и самое главное, знаете, чего он добился? Будучи еще не министром, а только попечителем округа. Не поверите, именно Уваров и является фактическим создателем Петербургского университета. Официально у нас Петербургский университет создан Петром Первым. Петром Первым была учреждена Академия наука, при ней Академический университет, небольшое учебное заведение. И наш Санкт-Петербургский университет берет свою историю оттуда. Но это, конечно, небольшая натяжка, потому что, конечно, этот Академический университет, сложно называть его в полноценном смысле этого слова университетом. Да, его ректором был Ломоносов какое-то время, потом, после смерти Ломоносова, все это свернули, университет развивался московский, а Петербургский Академический университет был преобразован в училище, потом, по-моему, даже в гимназию, а потом и все. И главным учебным заведением в Питере гражданским стал Педагогический институт. И вот Уваров пролоббировал идею преобразования этого Педагогического института, для этого нужно было что? Деньги, фонды, профессура, помещения, все это Уваров решил. И Педагогический институт был преобразован в Санкт-Петербургский университет. Вот с той поры уже без перерыва он существует. Поэтому, когда Санкт-Петербургский университет имени, Ленинградский университет имени Жданова, это, конечно, при всем уважении, такой оксюмором. Вот университет, это Уваров, нужно это понимать. Не могу не сказать несколько слов, чего Уваров добьется, когда будет назначен министром просвещения. Когда его тесть умрет, Уваров послужит еще какое-то время, вступит в конфликт с новым министром и уволится. Уйдет в частную жизнь. Пройдет 10 лет, императором станет Николай Палыч. Николай Палыч знаком с Уваровым, много знает о его деятельной работе на посту опечителя Петербургского округа, много о нем слышал, его рекомендуют ему и Карамзин, и Спиранский очень высоко отзывается об Уварове, ну, в общем, все-все-все, говорят, это невероятно талантливый администратор и ученый. Николай Палыч приглашает его к себе и говорит ему буквально следующее. Я прошу вас, вся система образования ориентирована на Европу и на Запад. Учат плохо. Вот Пушкин записку написал, кстати. Все ей недовольны. Надо что-то с этим делать. Надо, чтобы образование наконец-то стало системным и патриотическим про Россию, про Отечество. Кому поручить, кроме вас, не знаю. Подумайте, пожалуйста. Ну, Уваров подумал и согласился. Сначала он вышел заместителем министра, потом годик поработал заместителем товарища министра, как тогда говорили. Министр был совсем уже старый и больной. Ну и потом становится министром народного просвещения. С той поры 16 лет Уваров министр. Чего он добивается? Количество гимназий государственных, резко растет. Количество гимназистов утраивается. Появился Киевский университет, еще один университет, о нем там много-много говорили, Уваров пробил это решение. Резко увеличиваются штаты университетов, там больше профессоров, там больше студентов. Уваров очень любят еще технические новшества, хотя сам гуманитарий, технический прогресс, и поэтому всячески поддерживает технаря Николая в создании разного рода технических училищ. Помните, я рассказывал вам о Николае Первом, как много появилось высших учебных заведений технических. Ко всему этому прикладывают руку Уваров. Он востоковед, появляется Лазаревский институт восточных языков в Москве, институт восточных языков в Петербурге. Это все тоже идея Уварова. Недавно еще запрещали учебу за границей, а он наоборот, пробивает стажировки преподавателей, что все профессора и преподаватели должны обязательно постажироваться за границей, вернуться, и вот с учетом зарубежного опыта лучше учить. Он издает журналы специальные. Журнал Министерства просвещения становится сверхпопулярным, потому что там публикуются все научные новинки. Кстати, Уваров еще параллельный президент Академии наук. Он многократно увеличивает бюджет и финансирование Академии. Уваров создатель Пулковской обсерватории. Представьте себе, там при всей религиозности того времени, совершенно сумасшедшая всем казалась идея покупать за безумные деньги какие-то телескопы, что там смотреть. Какое-то сложное здание, огромное финансирование. Уваров в одиночку пробивает эту идею. Вот Пулковская обсерватория это абсолютно личное его детище. Никак, казалось бы, вот с религиозными доктринами не сопрягающиеся. Помимо всего прочего, Уваров еще отвечает за всю цензуру в империи. Министерство просвещения это все образование, это в какой-то степени культура. Министерство культуры тогда не было, но отдельные вопросы культуры тоже замыкались на Министерство просвещения. Цензура это тоже ведомство Министерства просвещения, поэтому Уваров еще и главный цензор. В этом связи я не могу не сказать пару слов об отношении Уварова и Пушкина. Сильно мемблокизированная тема. Известно, что они были дружны в молодости, в один литературный кружок ходили, обедали, выпивали, дружили, хотя Уваров постарше Пушкина, но со временем их пути разошлись и даже говорили об их непримиримой вражде. Мол, Уваров, пользуясь властью, административным ресурсом, травил поэта, не допускал к печати его произведения и прочее, прочее, прочее. Да, плюс у них были разные взгляды, Уваров мракобес, реакционер. Что было на самом деле? На самом деле, конечно, личного в их отношениях было гораздо больше, чем какого-то там несоответствия во взглядах. Уваров пытался с Пушкиным отношения со временем восстановить. Например, знаменитое пушкинское стихотворение «Клеветникам России» по итогам польского восстания 1830 года. Уваров сам перевел на французский язык. Отправил Пушкину. Пушкин написал, что это большая честь. В Уваровском переводе оно и публиковалось. Потом, спустя какое-то время, Уваров пригласил Пушкина на лекцию в университет в Московске в качестве почетного гостя. Лекция была об истории искусства. И Уваров представил Пушкина так, когда они зашли в аудиторию, студенты встали. Да, вы будете сейчас слушать лекцию об истории искусства. Об истории вам расскажет профессор такой-то. А вот, собственно, и само искусство и показал Пушкина. Уваров поспособствовал избранию Пушкина в члены Академии наук. Пушкин был действительным членом Российской Академии наук. Тогда их было две, помним, да, Академия наук и Академия словесности в равном, примерно, статусе. Потом они слились. Но поссорились они на почве цензуры. Даже не хочу называть произведения. Но одна из поэм Пушкина попала к Уварову, как начальнику Главного управления цензуры. Почему-то ни один цензор не брал на себя ответственность править Пушкина. Уваров прочитал, что-то ему не понравилось. Сказал, публиковать без этого. А поэма уже была продана издателю. И платили по 10 рублей за строчку. У Пушкина были колоссальные гонорары. Цензор написал потом Уварову, будет скандал на 80 рублей. Пушкин возмутился. Говорил, ну ладно, если вычеркнули, вот прямо так на 8 строк поставьте точки, пусть мне за них заплатят. Издатель платить не стал. Пушкин пошел нажаловался на Уварова, у него же цензор сам император, и каким-то образом непонятно. Значит, все-таки опубликовал целиком эту поэму, получив весь гонорар. Уваров закусил по полной программе после этого. Потом выходит история Пугачевского бунта, которую, как мы помним с вами, я вам рассказывал, император сам прочитал, откорректировал название и дал на публикацию. Свиза императора, понятное дело, публикацию тут же осуществили, но Уварову эта история Пугачевского бунта страшно не понравилась. И он ходил, всем ругал, говорил, что это вот разрешили, зачем это нельзя. Пушкин писал следующее, цитирую. В публике очень бронят моего Пугачева, а что хуже, не покупают. Уваров большой подлец. Кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении. Его клевред Дондуков, запомним эту фамилию, это вице-президент Академии наук, дурак и бардаш, что такое бардаш, посмотрите сами, не буду вам рассказывать. Преследует меня своим цензурным комитетом. Он не соглашается, чтобы я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит. Про Дондукова была известная эпиграмма. В Академии наук заседает князь Дондук. Он князь был Дондуков. Говорят, не подобает Дондуку такая честь. Почему же он заседает? Потому что есть. Тут обыгрывались всякие неприличные слухи о князе Дондукове, о том, к слову сказать, ничем, кроме этой эпиграммы и всяких там анекдотов не подтверждены. Он действительно был офицер по образованию, он там не очень разбирался во всех этих цензурных делах. Человек был, кстати, не злой, к Пушкину относился хорошо. Но вот так вот поэт не любил мелочных этих придирок. Творческий человек. Они его раздражали. Поэтому Дондуков со своими десятью детьми стал жертвой подобного рода эпиграммы слухов. Ну, а потом там была еще совсем некрасивая история. Уваров и так не бедный, чему все завидовали. Чуть не стал совсем уж неприлично богатым, потому что тяжело заболел граф Шереметьев. Как вы понимаете, по фамилии там тоже было все хорошо с деньгами. Уваров был одним из его наследников. Не по прямой линии. И узнав, что Шереметьев при смерти, видимо, там какие-то были нотариальные условности, Уваров распорядился, чтобы на всякий случай дворец Шереметьева в Петербурге опечатали. Ну, приду в наследство вступать. А там уже все вынесли другие желающие. Дворец опечатали. Он Шереметьев выздоровел. И тут Пушкин публикует стихотворение из древнеримской истории. Все все понимают. Ну, я только кусочек вам прочитаю. Стихотворение называется «Воздоровление Лукула». А между тем наследник твой как ворон к мертвечине падке бледнел и трясся над тобой знобим стяжанием лихорадкой. Уже скупой его сургуч пятнал замки твоей конторы и мнил загресь он злата горы в пыли бумажных куч. Он мнил. Теперь уж и вельмож не стану нянчить ребятишек. Я сам вельможа буду тоже. В подвалах благо есть излишек. Теперь мне честность трын-трава. Жену обсчитывать не буду. Жену еще вспомнил. И воровать уже забуду казенные дрова. Ну, в общем, все все поняли. Уваров обиделся страшно. Он пригласил Пушкина к себе. Они с закрытыми дверями ругались. Видимо, Пушкин отказался извиняться. Уваров тоже нашел. Нашел как разбираться с деятелями культуры. Не было у него опыта. Нажаловался Бенкендорфу. Бенкендорф отчитал Пушкина. Сказал, Александр Сергеевич, это неприлично. Что вы себе позволяете? Пушкин написал Бенкендорфу письмо, а я ничего такого не имел в виду. А это просто вот такая вот история древнеримская. В общем, Уваров с ним не разговаривал после этого. Злопамятность порог. И даже пытался отомстить Пушкину после смерти. Потому что когда после смерти должны были издать заказенный счет, как мы помним, все собрание с ченей Пушкина с доходом в семью, Уваров сказал, а издать? Ну, хорошо, издавайте. Все через цензурный комитет. Все. Мы еще раз все проверим, что он там понаписал. Пришлось лично императору говорить, ну, слушайте, уже один раз проверяли раньше. Давайте, повторной цензуры не будет. И издали без новой волны сокращения. Вот, знаете, два частолюбца Пушкин и Уваров. Обоим стало только плохо от этого. Ну, а теперь, поскольку мы так подробно об Уваре поговорили, давайте посмотрим, что из себя представляла его триада самодержавия, православия, народность. Это очень интересно, потому что Уваров, конечно, консерватор. Вообще, все современные консерваторы должны знать, что само понятие консерватор появилось в печати благодаря Уварову. Так назывался журнал Министерства иностранных дел, неформальным редактором которого был Уваров. А журнал этот назывался, не могу сказать, как это по-французски, по-русски это было беспристрастный консерватор. Типа консерватор импортиарь, что-то типа этого. Впервые слово консерватор появилось в печати. Даже во Франции французы считают изобретателем этого слова Шоттебриана. Вот того, который стейк Шоттебриана, это был издатель французского журнала консерватора, но французский консерватор появился позже. Поэтому первым консерватором в Европе, по крайней мере, точно является Уваров. Он предлагает формулу «Православие, самодержавие, народность», как только заступает на пост министра народного просвещения и пишет доклад, который называется опять же «Стиль того времени» о некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвещения. В этом докладе он и формулирует идею, на которой должно базироваться просвещение и образование. То есть, преподавая в университетах, обучая молодежь, надо исходить из главных идей нашего государства православия, самодержавия и народности. Потом, впоследствии, конечно, это стали называть защитой крепостничества, апологетикой самодержавия, основой реакции. Но на самом деле это не совсем так в понимании Уварова. Для того, чтобы правильное столковать, надо самого Уварова немного почитать. Уваров взял известный боевой клич военный за веру царя и отечества, но вложил в него совершенно другие смыслы. Так вот, православие, это отнюдь не то, что все должны, скобком, студенты и преподаватели, взявшись за ручку, ходить в церковь и выстаивать службу. Нет, конечно. Дело в том, что православие на тот момент находится в загоне. Петр I ликвидирует патриаршество, практически уничтожает тайну исповеди, Анна Иоанновна отправляет епископов пачками в ссылку, Екатерина проводит секуляризацию церковных земель, в моде у элиты Руссо, Вольтер атеизм, и поэтому, когда Уваров говорит о православии, он говорит о возвращении к истокам, к идеям, к культуре, он же специалист по Древней Греции, по Византии, он говорит, надо возвращаться к духовности, отходить от этого атеизма европейского. Поэтому для него православие и культура это понятия общие, это своего рода русская культурная самобытность. Далее, самодержавие. Самодержавие это не абсолютная монархия, как мы сегодня понимаем. Уваров, он же Александровский либерал, он сторонник конституционной монархии, как и Александр. Уваров, как специалист по греческому языку, слово самодержавие расшифровывает по-другому. По-гречески самодержавие это автократия, автократер. Автократер это не самодержанство на греческом, не монарх. Автократер это любой независимый человек, который сам себе хозяин. Вот юноша достиг совершеннолетия. Этот юноша может называться автократером. До этого родители были его хозяевами, а теперь он сам себе хозяин. Поэтому самодержавие, да, с одной стороны Николаю было приятно читать, да, самодержавие, про меня. Но для Уварова самодержавие это опора на самостоятельность людей в принятии решения. Это, выражаясь современным языком, суверенность. Самодержавие это суверенность государства по отношению к другим и суверенность человека по отношению к другим людям. Когда говорили о реформах, он все время говорил, вы знаете, самодержавие и реформы друг друга не исключают, потому что только крепкая самодержавная власть может обеспечить эффективное проведение реформ. Когда власть слабая, отреформировать ничего не получится, ничего хорошего из этого не выйдет, все развалится. Как показала практика, слабая власть, когда реформы не получались. Вспомним времена перестройки, гласности. Ведь много реформ предлагалось, но слабая власть не могла их реализовать эффективно, не могла их довести до конца. А у Петра Первого все получалось. Может быть, реформы разные были, разные можно спорить, но все получалось. Власть сильная. Поэтому Варов говорит, самодержавие и реформы это очень хорошо, когда это вместе. Народность это самое сложное понятие, до сих пор потом появилось спекуляции, споров, но Уваров на французском писал, как и все тогда. И вот у Уварова народность это по-французски опять же национальность. Значит, народность это очень просто, это национальное единство, опора на национальную самобытность, на национальный язык, преподавание на языке, на национальный интерес, русский дух. Скажите мне, что реакционного, особенно для того времени, в этой формуле? Ничего. Но эта формула не была никакой идеологией. Это потом ее обозвали идеологией. Это просто были принципы государственной системы образования. Как надо учить людей, как стараться их воспитывать. Появился впоследствии у историков термин Уваровская триада официальной народности. Но сам бы Уваров, я думаю, очень бы расстроился, если бы она прочитала. Кстати сказать, если говорить об Уварове еще как о цензоре, как вы думаете, сколько печатных изданий было закрыто за 16 лет руководству цензурой государственной Уваровы? Не, не правда, два. Два. Одно из них это журнал Телескоп за письмо Чедаеву. Но тут уже как было не закрыть. такой скандал был вселенский. Журнал Телескоп за публикацию этого письма закрыли, а цензора, который подчинялся Уварову, по-моему, даже осудили, уволили. А вот самого Чедаева, с ним, собственно, ничего не было. Сидел некоторое время под домашним арестом, с постоянным посещением врачом, и все. Но, в конце концов, даже такой гибкий и подстраивающийся под действующую власть Уваров, все равно попал в опалу. Режим ужесточался со временем. Тут революция по всей Европе 48-го года, и власть начинает обращать внимание, что что-то у нас слишком много либерализма. Вот эти университеты до добра не доводят в таком количестве, так много студентов. Появляется рескрипт об ограничении числа студентов во всех университетах. Уваров категорически против, но общий тренд. Третье отделение начинает писать записки о том, что Министерство просвещения цензурные ограничения игнорирует, позволяет всякие вольности. В университетах непорядок. Учатся безостановочно профессуры за границей. Вообще студентов очень много, большая нагрузка на бюджет. Появляются новые цензурные комитеты. Казалось бы, Уваров главный по цензуре, но тут у каждого ведомства свои цензурные комитеты. У военных появляется цензурный комитет отдельно в Москве, отдельный цензурный комитет в МИДе. Был даже какой-то цензурный комитет, связанный со строительством Исаакиевского собора. Все, что касается Исаакия, тоже проходил отдельный цензурный комитет. Они все друг друга дублировали. Уварова отбирали таким образом полномочия. В конце концов, с одной стороны, тебя начинает все менее и менее ценить император в общественности. Постоянные вот эти споры с деятелями культуры. Ауваров человек крайне честолюбивый. Если бы был телеграмм в то время, соцсети, он бы вообще сошел с ума. Читаешь, что о нем пишут, он очень нервничает все время. У него жена умирает. Умерла жена, его разбил инсульт. Частично парализован. Как-то лечился, в конце концов, не выдержал всего и подал в 1849 году в отставку. Расстались с ним хорошо. Надо сказать, что власти умели хорошо расставаться. Даже с вышедшими из фавора своими верными слугами Уварову графский титул за несколько лет до этого наградили затем орден Андрея Первозванного, оставили его членом госсовета. Конечно, он уже не работал. Он жил у себя в имении под Москвой. Создал там такой клуб художественный. Опять к нему как в молодости приезжали литераторы, философы, художники. Он там музей собирал художественный. Кстати, имение по сей день есть. Можете найти его на карте. Называется поселок Уваровка. Попасть вы туда не попадете. Там санаторий службы внешней разведки. Говорят, прекрасно отреставрировано. Все сохранили. У Уваровка была огромная библиотека. 12 тысяч томов. Очень редкие. Много книг по истории Востока, древнегреческие. Он с Гетто переписывался, обсуждая древнегреческую филологию. Можете себе представить. Библиотеку он завещал своим детям. Дети эту библиотеку нарастили. И говорят, она уже достигала немыслимой цифры там в 70, 80 тысяч томов. Потом все это завещали историческому музею дети. А сейчас Уваровская библиотека, правда, в таком сжатом виде, часть пропала книг после революции. Это основная часть государственной публичной исторической библиотеки. Не могу про детей пару слов не сказать. Наиболее известен сын Алексей Сергеевич Уваров. В объекте в интернет сразу увидите. Крупный ученый, археолог, собиратель древности. Рано умер, это 60 лет ему было, он вернулся после очередных археологических раскопок, раскапывал какие-то древние курганы. Очень плохо себя чувствовал, рассказал жене, что выкопал какого-то маленького человечка и все местные боялись к нему подойти после этого. Говорили, что курган раскапывать нельзя. Плохой курган. Я не поверил, я же ученый, выкопал, человечка в руках поддержал, потом отдал, а никто не берет. Заболел и умер через буквально несколько недель. Хотите верить, хотите нет. Его супруга Прасковья, Уваров, тоже стала ученым-археологом вслед за своим мужем, она была моложе, его на 15 лет, возглавила Московское археологическое общество. Кстати сказать, если Алексей Уваров, сын нашего героя, был одним из инициаторов и первым директором создания государственного исторического музея, то супруга Прасковья впоследствии помогла одному молодому историку по фамилии Цветаев, у которого тоже была идея создать един музей, везде пробежалась, пролоббировала эту идею, поддержала, подарила часть своей коллекции большой. Мы этот музей тоже знаем, называется Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, поэтому ГМИ Пушкина тоже Уварова, а супруга Прасковья Уварова стала второй после Софьи Ковалевской женщиной, членом Императорской Академии Наук, как ученый археолог, поэтому это хорошая была семья. Умерла в Белграде, пережила революцию, эмигрировала где-то в 20-х годах. Кстати, очень много Уваровых по сей день везде по миру разбросано, но все не у нас. Детей было много у него и внуков. Нужно ли бояться государственной идеологии? Решайте сами. Уваровская триада не была государственной идеологией, у нас потом она появилась. Шестая статья Конституции, руководящей, направляющей силой советского общества и дром его политической системы, является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСА существует для народа и служит народом. Потом мы от этого отказались. Конституция Российской Федерации признается идеологическое разнообразие. Идеология у нас статья не запрещена. Читайте текст внимательнее. Запрещена обязательность одной государственной идеологии. Идеи могут быть разные. Пожалуйста, исповедуйте. Некоторая государственная идеология есть. Это даже записано в их конституциях, основных законах. Где-то государственная идеология считается национализм, где-то религия, ислам, например. Где-то либеральные ценности, где-то это не упоминается. Я не буду вам цитировать официальные документы, есть и замечательные цитаты нашего президента по поводу национальной идеи и идеологии, чтобы, опять же, вы не подумали, что я кого-то за что-то агитирую, кого-то в что-то убеждаю, но не могу не прочитать один интересный отрывок по поводу человека и идеи. Идеология это набор идей. Что значит человек, когда его заветное желание еда до сону? Животное, не боли. Наверное, тот, кто создал нас с понятием о будущем и прошлом, дивный разум вложил не с тем, чтобы разум жил без пользы. Шекспир. Гамлет, принц датский. Человек без идеи, животное не более. Я каждый раз, когда в Москве прохожу мимо старого здания университета и вижу памятник Ломоносову, очень заслуженно там находящийся, я каждый раз почему-то думаю, почему нигде в Петербурге нет памятника Уварову, настоящему создателю Петербургского университета. Странно, да? Несправедливо. Современники писали, Сергей Семенович, граф Уваров, заботится о своем детище в Санкт-Петербургском университете как подлинно добрый отец. Ну и, наконец, заканчивая нашу беседу, помните, как поссорился Уваров и Пушкин? А когда мы говорим с вами о тряде Уварова, православие, самодержавие, народность, казалось бы, как далеко это от взглядов вольнолюбивого поэта. А я вам прочитаю одно стихотворение, коротенькое очень. У меня, как у историка, самое любимое, честно говоря, стихотворение Пушкина. Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века по воле Бога самого самостояние человека залог величия его. Скажите мне, чем это отличается от уваровского понимания православия по воле Бога, самодержавия, самостояния человека и народности. Ничем они думали абсолютно одинаково. Михаил Николаевич Муравьев. Те, кто относился к нему с уважением при жизни называли граф Муравьев Виленский. Виленский, потому что город Вильнюс. Это Вильнюс. Старинные польские скажут поляки, литовские скажут литовцы город, где находилась столица северо-западного края Российской империи, в котором на протяжении нескольких лет военным губернатором, начальником военного округа с неограниченными полномочиями был Михаил Николаевич Муравьев. Виленский это неофициальный его титул. Есть Суворов, Рымникский, Голенищев, Кутузов, Смоленский. Это официальные титулы, это официальная приставка, часть фамилии, которая потом передается потомкам. А что касается Муравьева Виленского, это народное, неофициальное, уважительное прозвище. Но кроме этого у него была масса других. Самое известное, которое, наверное, слышали даже те, кто вообще ничего не знает о русской истории, самое известное это Муравьев Вешатель. Он же Муравьев Палач, Муравьев Людоед, Яр Рекционер, Сатраф, Душитель Свободы, Палач. Польши, даже сегодня в официальной историографии Польши, Литвы, Украины. Страшнее Зверя нет, разве что Сталин и Берия. Вот он уверенно занимает третью строчку. Кто он был на самом деле? Откроем официальную биографию и мы увидим генерал от инфантерии, граф в конце жизни, выпускник Московского университета, герой войны 1812 года, губернатор Гродненский, Могилевский, Минский, Курский, Виленский и так далее. Умелый администратор, сооснователь русского географического общества, почетный член Российской Академии наук, ну и масса-масса других околонаучных званий, титулов, знаков признания. Давайте разберемся, постепенно подойдем к тому, почему, собственно, эта лекция посвящена не прошлом, а не 19 веку. Вы поймете и почувствуете, что, говорим мы, почти о сегодня. Муравьев отпрыск очень древнего, известного там с 15-16 века, не богатого, но богатого на таланты, как говорят, рода Муравьевых. Муравьевых в нашей истории очень много. Вот Иван Муравьев, воспитатель при великих князьях Александра Павловича и Константина Павловича. Александр Павлович, это будущее, Александр Первый. Иван Муравьев станет потом послом в разных европейских странах, и в Париже, и в Испании, по-моему, и в Германии. Он отец известных декабристов. Сергей Муравьев апостол, повешенный, равно как и два его брата, тоже декабриста, они все сыновья Ивана Муравьева. Апостол, это двойная фамилия, отдельным указом государя-императора, ему разрешили носить фамилию апостол, потому что по другой линии Иван Муравьев был родственником запорожских гетманов по фамилии апостол. Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Кто не знает, как выглядит Николай Николаевич Муравьев-Амурский, могут достать пятитысячную купюру. Там его изображение. Это губернатор Восточной Сибири, основатель Хабаровска, Благовещенска, Владивостока. Тот самый человек, который без войны путем уверенной политики, последовательной, сложной, дипломатической переговоров присоединил к России при Амурге. Братья нашего героя, Александр Муравьев, старший брат, первый декабрист, один из первых, основатель Союза спасения. Мы о нем рассказывали, когда говорили о декабристах. Судили, не тяжело его, довольно быстро вернулся на государственную службу. Заслужился для Нижегородского, губернатора. Был очень известным своей неподкупностью и жесткостью императорских ревизоров. Приезжал с ревизией, к разного рода городничим. Ужас был у городничего, когда к нему не просто ревизор к вам едет, а ревизор бывший государственный преступник Муравьев. Вот у него у городничего, плохо с сердцем остановился. Николай Муравьев, второй брат, это Муравьев Карский, кавказский наместник в период Крымской войны, разбивший турок на Кавказе, тоже известный человек, мы потом Карс поменяем на Севастополь по итогам Крымской войны, а при наместнике на Кавказе Муравьеве Карском, тоже братья родного нашего героя, Кавказ станет доходной провинцией. Ну, я думаю, что это заслуги не только Муравьева, но и его предшественника Воронцова, видного предпринимателя, полукупца. Тем не менее, он ничего не испортил, и Кавказ при нем стал провинцией, которая не потребляет деньги в огромных количествах имперского бюджета, понимаете, о чем я. А наоборот, прибыльная провинция, люди зарабатывают и что-то перечисляют еще на общие нужды. Ну, Андрей Муравьев, младший брат, известный для тех, кто учится в семинариях, имеет церковное образование, они проходят труды Андрея Муравьева. Это известный православный писатель, публицист, член священного сенота, историк церкви, стал со свое время главным историком по расколу. И вся история Никона и никонианства мы во многом обязаны исследователю, архивисту-историку Андрею Муравьеву он эту тему всю из архивов поднял и изучал. Отец этой блестящей плеяды братьев, Николай Муравьев, генерал, создатель военного училища, частного, первые годы он военное училище содержал за свой счет в собственной усадьбе. Потом это училище с годами стало казенным. Он вышел в отставку, поселился в Москве после войны 1812 года и на Бутырках. Представляете, где это? Не очень далеко. Сразу за Дретьим кольцом у нас Бутырский вал. Тогда это была далекая окраина Москвы, Подмосковья. Потом на Бутырках завел образцовую ферму. И даже не ферму, а скотный двор. Коровы, овцы, параны. Написал труд наставления о приведении в порядок управления скотными дворами. В общем, такой был. Бывший генерал эффективный фермер. Семья Муравьевов не бедная. 400 крепостных, но не богатая, потому что 400 крепостных это чуть-чуть богаче Пушкина. 400 крепостных все заложены в казне под залог взятой деньги. На эти деньги они как-то и живут. Развивают свою ферму. Детство Муравьев провел в селе с мамой. Папа военный на войне. Заниматься сыном некогда. Поэтому мама, мама была очень верующей женщиной. И она любовь к православию, которая потом сильно отзовется в судьбах России, любовь к православию, убеждения в том, что русский и православный это тождественные понятия, знак равенства. Вообще русский это не этническое понятие, это понятие, как мы говорили с вами вчера, поддатства, культуры и веры. Вот это любовь к религии, уважение, набожность. Мать передала всем своим сыновьям, вот один даже стал историком церкви. А наш герой Николай Муравьев хоть и стал военным, но тоже провел свою такую воцерквенность через всю свою жизнь. Поступает он куда? Он учится вместе с Грибоедовым. По-моему, они почти по годке. Учатся вместе в университете, университет это небольшой, не то, что сейчас. То есть наверняка все студенты, которые знали в лицо, сто процентов. Или вообще были знакомы. Грибоедов учится на философском факультете, Муравьев на самом сложном, на физмате. Круглый отличник, блестящие абсолютно показатели по математике. При этом, опять же, человек глубоко верующий, но в те времена между креационизмом и наукой не было неразрешимых противоречий, поэтому это было абсолютно нормально. Он настолько хорошим был математиком, что отучившись в университете пару лет, тогда поступали кто во сколько мог в университет, то есть не было такого, что в 18 лет. Муравьев поступил в 14. Он пару лет отучился и пошел к папе в военное училище. Еще отучился год там или сколько в этом военном училище, может быть, полтора. При этом он папе помогал руководить этим небольшим учебным заведением и еще был учителем математики. То есть не только учился, но и учил. Кстати, на Большой Дмитровке рядом здесь как раз находилось Московское училище колонновожатых. Колонновожатые это младшие офицеры, как правило, которые ведут колонну, ведет махина войск. Кто-то должен этим всем управлять. Колонновожатые обеспечивают порядок и отвечают за все штабные вопросы. Потом из колонновожатых будут получаться самые лучшие штабные офицеры, которые занимаются планированием походов, снабжением, всеми техническими вопросами. Будущие офицеры генерального штаба это когда-то бывшие колонновожатые, как правило. Но научиться ему не удалось, потому что началась война 1812 года. И где оказался Муравьев? Несложно догадаться. Ему 16 лет. Как вы думаете? Но мы точно знаем, что он был на батарее Раевского в день Бородина. Артиллерийским снарядом тяжелое ранение в ногу, теряет сознание. Думали, что он погиб. Потом он стонал, мальчика жалко стало, его из-под трупов вытащили, куда-то там бросили на телегу, потащили, у него горячка, ранение тяжелое. Но какая-то была смекалка. Где бы он не останавливался, в избе любой, в деревенской, потому что перевозили с места на место, он везде просил, чтобы мелом жирно написали на входной двери «Здесь Муравьев пятый». Там как-то их считали, тогда было принято. «Здесь Муравьев пятый». И вот по этой надписи, вы не поверите, но старший брат, который везде бегал, искал, куда тяжело раненого младшего, спустя несколько дней его нашел. Началось уже нагноение, врачи совершили необычную операцию, могли бы опунтировать ногу, но они ему просто вырезали кусок ноги вместе с мясом до костюма. Чудом это все зажило, но до конца жизни Муравьев ходил с тросточкой и сильно хромал. Он потом будет участвовать в заграничном походе, служить на Кавказе, но в конце концов подполковником молодым уйдет в отставку, до этого успев побывать участником всех декабрийских обществ. Ну, поскольку старший брат Александр Муравьев основатель Союза спасения, естественно, все Муравьевы где-то рядом. И вот Муравьев, член Союза спасения, там он поругался с Пестелем, потому что считал, что у Пестеля очень жесткий устав, это какая-то диктатура, нельзя так с товарищами. Вышел из Союза спасения, хотел вообще сделать общество более реформистским и стал одним из основателей нового Союза благоденствия, совсем уж почти официального. И все эти общества были властям известны. Муравьев пишет устав, и там какая-то коллизия между радикалами, которые хотят поставить целью захват власти и свержение абсолютной монархии, и реформаторами, которые, как Муравьев, говорят о том, что надо заниматься добрыми делами, постепенно друг другу помогать, продвигать друг друга по службе. Они же все карьеристы, эти молодые офицеры, поэтому они рассматривали эти общества как масонскую ложу своего рода. Друг другу помогать. Ты меня поддерживаешь, я тебя. Вместе что-то сделаем хорошее. Когда почувствовал Михаил Муравьев, что дело пахнет керосином, какие-то заговорщики, он так постепенно, очень корректно от декабристской деятельности отошел. Его все равно арестовали сразу после 14 декабря. Дальше Гоупвахта, Петропавловская крепость, потом госпиталь, потому что у него вскрылась эта старая рана, стала кровоточить. Ну, рассмотрели дело, участия не принимал. Он повел себя довольно достойно. Не стал списками называть всех соучастников. Назвал только несколько фамилий тех, кто уже были последствием. Нового никого не выдал. Во всем искренне раскаялся. Сказал, что никогда не поддерживал плана свержения власти. И его полностью оправдали. Взяли обратно на службу. Тут он написал еще рапорт Николаю Первому, как надо реформировать Россию. Предложения рационализаторские. Николай Первый назначил его вице-губернатором в район современной Беларуси. И вот началась его профессиональная длительная служба. Надо понимать, что Муравьевы в целом это русская фамилия, русский дворянский род. Там были такие две фракции у декабристов. Которые за русских, которые за немцев. Которые за немцев это были интернационалисты, а которые за русских это были русофилы. Они считали, что очень много немцев, ну, под немцами мы имеем в виду всех иностранцев, очень много немцев на русской службе. Они друг другу составляют протекцию. Русским молодым офицерам никуда не пробиться. Немецкое засилье. И вот братья Муравьевы, это такая русофильская фракция у декабристов, они, например, называли тогда уже, представьте, Петербург между собой, Петроградом. Мы служим в Петрограде, они говорят. Он повесил указ царя Алексея Михайловича следующего содержания. Я вам его зачитаю. Язык 17 века. Учали на Москву приходить всякие еретики, немцы, и просить царской службы, и мы, собра архиепископы, архиереи, архимандриты, иереи, на думу и положили думными людьми их сукиных детей немцев на воеводство не посылать. К воеводствам не определять, а быть им сукиным детям немцам только в Москве и записывать их на черную сотню, на службу нашу царскую, вступать по нужде вратную 18 мая 1661 года. Смысл понимаете? Немцев только в армию, больше никуда не назначать. Вот такой указ там висел у Мурвавьева. Вы знаете, есть много в интернете разного рода царских указов той поры. Мне вот нравится указ Петра I по поводу ассамблеи. Читали, да? О достоинстве гостевом на ассамблеях. Нет? Он длинный, я вам пару строчек хочу. Перед появлением многонародным гостю надлежит быть мыту старательно, бриту тщательно, дабы нежностям дамским щетиной и мерзкой урон не нанести. Далее там траляля. В гости, придя с расположением дома, ознакомиться заранее на легкую голову, особливо отметив расположение клозетов. Или вот еще такой указ на эту же тему. Замечено, что девицы на ассамблеях являются, не зная политессу, якобы киморы одеты бывают. Одев фижмы из атласу белого на грязное исподнее, потеют изрядно, отчего зело гнусный запах приводит в смятение гостей иностранных. Указываю впредь перед ассамблеями мыться в бане с отщанием, за исподнем так же следить усердно. Вот такие вот Петровские указы, их очень любят читать на каких-то там корпоративах новогодних. Скажу вам правду, и Алексей Михайлович, и Петр Первый, это все фейки, это все придумано, я проверял, ничего такого никогда не было. Все неправда. На самом деле мылись на шевере. Девицы на ассамблеях намного лучше, чем иностранные у нас. Другая банная культура, поэтому с этим точно проблем не было. И вот в конце концов Муравьев оказывается в Польше. Как раз момент восстания 1830-1831 года, польское восстание. Тут я должен вам немного рассказать предысторию. Москва и Литва, Великое княжество Литовское, а позднее Москва и речь Посполитая, это геополитический исторический конкурент. Во времена Минина и Пожарского это почти один язык, переводчик не требовался. И там, и там, и в княжестве Литовском в Литве, и в Москве православные, ну, в Литве правящие элиты литовцы, но их там так мало. В основном те же самые православные русские бояре-князья. Они все между собой женятся, там вообще не поймешь, литовец, не литовец, русский. И каждое из этих государств старается стать центром собирания русских земель. Помните, в школе проходили процесс собирания русских земель Москвой? От Ивана Калиты начиная. И они воюют периодически друг с другом, вступают в союзы иногда, чаще воюют. В силу многих обстоятельств, это сейчас не тема нашей встречи, потом можем как-то поговорить, в этом геополитическом противостоянии, даже несмотря на то, что Литва соединилась, Великое княжество Литовское, это современная Литва, Белоруссия, часть Украины, соединилась с Польшей, это, как ни странно, не усилило, а ослабило, и в процессе победила Москва. Но пока было противостояние, естественно, Западная Русь плюс Польша заняли существенную долю исконных, как мы называем сегодня, русских земель. Киев, Малороссия, Белоруссия современная и прочее, прочее. И вот дальше начинается постепенный процесс, Москва становится все сильнее, а речь посполитая все слабее, и начинается процесс, который я бы назвал реконкиста. Помните, как испанцев и арабов русская реконкиста. Постепенное отбирание у поляков исконных русских земель. В случае с Литвой это не была бы реконкиста, потому что и те русские, и те русские, по большому счету. Ну, там литовцы, но у нас татары. А с Польшей уже история другая, потому что у них кардинально другая вера. Они считают нас, дело не в латинском алфавите, не в равенстве между латиницей и кириллицей, в равенстве в том, что они считают Москву схизматиками, вероотступниками. Просто хуже не бывает. Другая вера, другая модель управления, иные отношения между землевладельцем и землепользователем. То есть у нас все-таки, по крайней мере, до момента расцвета крепостничества, крестьянин и барин, они в церкви стоят вместе. Барин-отец, служит царю. Ты, конечно, ему страшно завидуешь, потому что он богатый, сытно ест, сладко пьет, а ты землю пашешь и вынужден работать на него. Крепостное право всегда имело разные формы, как мы помним. То ты работаешь на него день в неделю, то можешь уйти от него, то даже если расплатился, не можешь. Опять же, история эта сложная, но смысл заключается в том, что они вместе. Особенно, когда барин с войны приедет, без ноги, без руки, ты тут начинаешь думать о том, что может тебе и спокойнее ты была землю пахать. Кто и вовсе не приедет, похоронка придет отцу. То есть он служит кровью, ты служишь трудом. А в Польше ситуация другая, поскольку большая часть, подавляющая часть землепользователей, они опять же русские и православные, а земледладельцы в основном католики, поляки. То есть между ними раздел еще идет идеологический, религиозный, сословный. То есть они просто с разных планет. Ну, совсем. Отсюда мы шляхта, мы люди, мы образованные, мы европейцы, а это быдло. Не ровня нам совсем, даже разговаривать с ними не о чем. Вот в этом здесь залог большого социально-идейного конфликта. В конце 18 века, в результате трех разделов Польши, фактически все бывшие русские земли Екатерина забирает. Поляки настолько активно хотят реванша, и так активно служат Наполеону, 90 тысяч поляков было, Великой армии Наполеона, Истова и Рьяна, что в конце концов Александр принимает решение, как мы понимаем, сегодня, наверное, ошибочное, но кто бы знал спустя 200 лет, покончить с Польшей вообще, вот совсем, совсем покончить с Польшей, и Польша ликвидируется. Но образуется царство польское, которое, как мы помним с вами, получает уникальные права. На самом деле живет, как у бога за пасухой. Царство польского, только личная уния царя с Москвой, то есть император является одновременно царем польским. Своя конституция, которая нет у нас, свой парламент, которого нет у нас, выборное самоуправление на всех уровнях властей, гарантии собственности. Вся польская шляхта получает, естественно, права имперского дворянства, со всеми вытекающими, собственная полиция и собственная армия. Это даже не конфедерация, союз, союзное государство, Россия и Беларусь. Но, тем не менее, шляхта все равно недовольна, и начинается восстание 830-831 года. При этом надо понимать вот что еще. Как ни странно, русская элита дворянская, вы не поверите, она перед поляками преклоняется. Вот это настоящее Европа. Видите, как одеты. А как выглядят? Культурные люди, полонофильство откровенное, лучший друг Александра I, кто черторыйский князь, который вообще-то был даже министром иностранных дел у нас какое-то время. Потом воевал с Россией. У либерального дворянства, можно сказать, уже у либеральной интеллигенции, определенное преклонение перед Польшей становится признаком хорошего тона. Он это ничего не напоминает? Они, конечно, славяне, но не то, что мы, чумазы. Нас орда испортила. Вот на Украине, это Европа уже, понимаете. Что там матушка Екатерина? Зачем забрала эти земли восточные у поляков? Да бог с ними. Все пусть останется у них. Не надо было бежать. Культурные люди, приятно с ними иметь дело. Девушки красивые. У Александра I даже рождается в голове такая совсем уж завиральная идея. По крайней мере, она обсуждается. Вообще, я не знаю, насколько. Может быть, ему приписывали это, но идея обсуждалась. А может быть, взять ту Польшу, которую мы сейчас имеем, царство польское, небольшое, Варшава-Краков, и вернуть им все те земли, которые Екатерина забрала. И будет большая Польша. И им приятно. А нам не жалко. Кемска-волостная, понимаете? Все равно же вы в составе империи. Ну, какая разница, куда этот Крым будет входить? Чисто на вопрос на карте. Все равно я император. Когда информация об этом, слухи поползли по столицам, что тут началось? Именно в этот момент молодые горячие офицеры и будущие декабристы впервые заговорили о цареубийстве. Они сказали, вы знаете, в истории России такого не было, чтобы мы земли, завоеванные кровью, кому-то отдавали. Если государь подпишет этот указ о возврате польскому царству в составе империи земель матушки Екатерины отвоеванных, государя убьем. Якушкин обнажал цареубийственный кинжал по пьянке на вечеринке и кричал, я лично заколю императора, лично. Подойду к нему, тогда же не было охраны, ФСО, подойду и заколю. И сам застрелюсь после этого сразу же. Но я спасу отечество. А другие говорили, нет, мы должны это сделать вместе, как Цезаря. Мы каждый подойдем с кинжалом, и каждый вонзит в него предателя по кинжалу. И все вместе погибнем. Сразу сдадимся, но мы как брут, братья, спасем империю. Это было все очень серьезно. Даже Карамзин написал большую записку императору, что это исторически все русские земли. Нельзя это отдавать. Сегодня вы отдадите западную Белую Русь, а послезавтра они потребуют Киев и Смоленск. Боже упаси, не надо. Александр оказался в этом отношении умнее, чем советское правительство в момент образования СССР. И не стал создавать вот эту гигантскую Польшу из непонятно каких земель. А как мы создали гигантскую Украину из трех республик. И как-то это все рассосалось. Ну вот 30-й год. Начинается восстание. Муравьев. Могилевский гражданский губернатор. Молодой еще довольно, 30 небольшим лет. Его логика какая. Он наобщался в Могилеве с поляками. Там дворянство поляки шляхта. Население русские. И приходит к следующему выводу. Нас не уважают. Просто русские власти плевать на них поляки хотели. Почему они нас не уважают? Не уважают, потому что не боятся. Не боятся. Как заставить, чтобы уважали? Пусть боятся. Боятся, значит, уважают. Поэтому надо нагнать на них страху. Если они будут бояться, они не примкнут к восстанию и будут сидеть тихо. Вся эта местная элита. У него в Могилевской губернии. Поэтому он там массу хитростей. Он собирал дворянство, шляхетство польское. Он там выступал с речами, грозил им страшными карами. У него были такие хитрости, описывает один из современников, как, например, он, будучи губернатором, ему доставляли арестованных мятежников или подозреваемых в симпатиях к мятежу, как он проводил допросы. Я сейчас прочитаю. Это писал жандарм, который при генерал-губернаторе был. Муравьев всегда возил с собой какого-то инвалидного солдата. Инвалидного имеется в виду ветерана. Этот солдат имел способность удивительно подделываться под голоса и крики разных мужчин и женщин. Вот этот инвалид в соседней комнате бьет розгами по кожаной подушке и истошно кричит разными голосами. А в соседней комнате идет допрос. Муравьев очень веселился, потому что боялись, что там дворится вообще ужас. Все раскалывались. Муравьев очень веселился своей шутки Сатрапы Ари громче Изумер Сатрапы Живодер Что ты делаешь тут? Малец Убийца! Убийца! 9-0 Ну, брат ты большой талант. Вот ты-то у нас роли сыграешь. Считается, что именно тогда родился самый известный мем про Муравьева. Якобы один из польских дворян, узнав о приезде Муравьева в город, задал вопрос местному губернскому чиновнику. Простите, а это который Муравьев? Это наш новый губернатор? А не родня ли он случайно моему знакомцу Сергею Муравьеву апостолу, которого повесили? Подколол его так. Муравьев об этом узнал и попросил передать. Скажите этому ляху, что я не из тех Муравьевых, которых вешают, я из тех Муравьевых, которые вешают. Вот так он стал Муравьевым вешателем. Скажу честно, этот анекдот про Муравьева есть везде и нет никаких точно ему доказательств. Может быть, и придумали. Так либо иначе. Потихоньку все успокоилось. Восстание 1830 года это было не совсем восстание в современном смысле этого слова. Это была настоящая война. Поскольку у поляков была своя армия, воевали между собой две регулярные армии, русская и польская. Брали пленных, обменивались пленными. Наши победили довольно быстро. И все утихло. Это была такая полноценная война с организованными сепаратистами. Ну, а Муравьев после этого пошел служить по разным должностям, и кем он только не служил. Был губернатором в разных регионах. Причем его назначали в трудные регионы, в которых были, как бы сейчас сказали, бюджетный дефицит. Малая собираемость налогов, дыра в бюджете, задолженности перед столичным Минфином. И вот Муравьев всячески средства вышибал всеми доступными методами. Основной метод у него был какой? Поймать должников, которые не платят налоги. Кто платилищики были основные налоги? Дворянство. Дворянство платило налоги за своих крестьян. Собиралось крестьян и платило. Как-то в Курске, где он был губернатором, какая-то помещица попросила отсрочить взыскание, поскольку у нее совсем нет средств. Муравьев сказал, что очень сочувствует. Пригласил он на городскую площадь, вызвал туда барабанщиков и аукциониста. Собрали народ, местное купечество. Сказали, нет средств, а вот лошади отлично и карета. И тут же с аукциона под барабанный бой продали ее карету вместе с лошадьми, чтобы обратно в имение возвращалась пешком. Нашла деньги, вернула информацию о таких ярких публичных акциях Муравьева. Она кругами расходилась, поэтому с ним предпочитали не связываться. Он без башни, все равно все найдет, отберет, лучше долги заплатить. Его очень любили в Минфине за это и назначили руководителем налоговой службы в итоге. Он стал директором департамента податей и сборов. Абсолютный аналог главы ФНС современного. Потом ему довешивали новых должностей разных. Поскольку у него математическое образование, такой математический ум, помните с вами, потому что хороший математик, физмат закончил, поэтому его назначили директором межевого ведомства. Сейчас это непонятно, а тогда это была очень важная работа. Страна огромная и немеренная, то есть ее не измерял никто. Представляете, сколько конфликтов, где граница между поместьями, где граница города, кто за эту землю платит, это чей участок. И вот межевое ведомство, это были топографы по всей стране, они должны были всю страну посчитать, расчертить, на карты перенести. Вот такое у Мравьева было глобальное задание. Возглавляя межевое ведомство, он там институт создал специально инженеров, топографов и был вице-президентом одним из основателей Русского географического общества. Тоже по межевой части. Мерил страну. Ну и в конце концов, взлет его карьеры формальный, это назначение министром государственных имуществ, уже при новом царе, молодом Александре II. Это министерство управляло всеми госкрестьянами и госземлями. Представьте себе, это как современное Росимущество, только гораздо больше. Муравьев хорошо управлял, крестьяне богатели, тогда появились первые будущие капиталисты из крестьян. Он вообще поддерживал частную инициативу в создании кударских хозяйств. Но самое интересное, то, что когда началась подготовка реформы освобождения крестьян будущим императором-освободителем Александром II, были созданы разные специальные комитеты. Муравьев, как ведущий профильный министр госимуществ, активно в этом участвовал. Тем более, он был декабристом в молодости чуть-чуть. И как вы думаете, какую он занимал позицию? Он был против правительственного плана крестьянской реформы. Причем жестко и последовательно. Он считал, что это все игра на публику. Тот план, который предлагали либеральные реформаторы, в первую очередь, Константин, брат государя-императора Александра. Это игра на публику, это для Европы, чтобы потом в газетах написали, какой у нас прекрасный царь и как страна стала Европой. В пять минут так не пойдет. Суть в чем была реформа? Ну, так я совсем упрощу. Вот у вас квартира, дача. Представьте себе, да? А теперь представьте, что это не ваш, а прапрапрадедушки. Квартира, дача, дом загородный, магазин, кафе, завод. Собственность от прадедов. Более того, не украдено, не приватизировано, а получено за службу. Как правило, за службу, потому что кто-то из ваших прадедов погиб на войне, кто-то без руки, кто-то без ноги. Вон портреты их все висят. Вот их жаловал государь имуществом в награду за службу. И ваши родные веками этим имуществом управляли. И на эти деньги жили. Вы им тоже там следите за ним. Поддерживайте своих крестьян. Они с голоду не мрут. Вы рачительный собственник. И тут какая-то реформа у вас просто отберут. Но так же не бывает. Это неправильно. Это вот со стороны крестьян все ужасно. Рабство. А вот с этой стороны? А потом вся элита империи, военная вся почти, она так либо иначе зависит от этого имущества. Или к нему стремиться. Если у него нет поместья, он хочет его иметь. Просто так взять и освободить. Но так не бывает. Помните, я вам рассказывал про декабриста Якушкина, который после войны к папе в поместье приехал и решил освободить всех крестьян. Он, кстати, родственник Муравьева через жен. Жена Муравьева и жена Якушкина это родные сестры. Он собрал всех на крыльце. Сказал, мужики, все, свобода, равенство, братство. Все свободны. Идите куда хотите. Я вас всех отпускаю. Вот вольная. Федька приказчик сейчас подпишет. Они говорят, а жить на что? Ну, хотите, арендуйте у меня землю. Арендуйте, договоримся. Барин, мы что-то не помнили. Мы свободны, а земля у тебя, что ли, останется? Ну да, это не моя земля, это вообще отца, деда и прадеда земля. Я вам не могу отдать. Нет. Я вас лично отпускаю. Вопросов нет никаких. Может, барина найдете подобрее. Нет, а как арендуем? А если не урожай, кто будет платить? Нет, ну, по договору. Крестьяне так постояли, покумекали и говорят, знаешь, барин, давай так, давай по старинке. Мы будем вашей, барин, а земля будет наша. Знаете, какое отношение у крестьян было к земле? И вот реформа Александра Второго и других либералов, назовем это так, она сводилась к тому, что крестьян отпустили без земли. Без земли. Но понимая, что в этом случае крестьяне просто умрут с голоду, а земля пропадет, ну, не будет же ее дворянство обрабатывать само. Но при этом государство заплатило дворянам за эту землю. То есть государство платит дворянам за землю. Не за все, там за часть какую-то, примерно половину, по-разному. Дальше. Дворяне получают деньги и часть земли отдают крестьянам. С этого момента крестьянин становится должен кому? Государство, которое за него заплатило из казны. Государство доброе, оно говорит, я знаю, что у вас денег нет, давайте на 50 лет. 50 лет, льготный процент или вообще без процента. Потихоньку отдадите. Что получается в результате? Выглядит очень красиво. Но. Первое. Вы думаете, что дворяне довольны? Дворяне недовольны. Потому что, а, цена, по которой заплатили, дворяне считают нерыночная, по кадастру заплатили, нечестная. Ну, все равно, чтобы у вас сейчас дачу забрали по какой-то там непонятной стоимости. Второе. Вам тоже не заплатили. Вам выдали векселя государственные. Мы их потом оплатим. Денег нет, то указано, откуда столько взять. 30 ВВП сразу, чтобы всю землю выкупать. Поэтому дворяне недовольны. Крестьяне вроде бы должны быть довольны, потому что они стали лично свободны, могут уйти в город. И плюс, не надо отдавать деньги за землю. Но крестьянам-то кажется, что эта земля на самом деле их земля. И теперь они должны государству отдавать деньги за свою собственную землю. Да еще долго отдавать, еще дети будут за меня расплачиваться. у него же психологически это его земля. Он на этой земле 300 лет, его семья, в этой деревне. Это его земля. Кто-то давал деньги в долг друзьям? Руку поднимите. Хотя поднимите руку, честно, неважно, отдали долг и не отдали. У кого после расчетов полных резко улучшились отношения с теми, кому вы в долг давали? Природа не знает таких случаев. Человек, который взял у вас в долг, он благодарен вам ровно полторы минуты. Ну, пока он не решит свою ближайшую проблему, он взял у вас в долг на что-то. Он что-то приобрел, берешь чужое и отдаешь свое. Кровопийца. Ну, что, у него денег же много, у него же денег полно. Мог бы мне и простить. Даже если вы без процентов даете, а с процентами вообще швах. Поэтому крестьяне что делают? Они государство ненавидят. Это какое-то жилье на нас наживается. Мало того, что нашу собственную землю нам продали, так еще и деньги за это требуют. И в третье, раньше у меня земли было вот столько у крестьянина, а стало вот столько. Уже ведь не всю землю отдали крестьянам, надо что-то оставить еще и помещику. Мало ли, приусадебное хозяйство, он может сам как-то захочет какой-то вишневый сад там высадить, дачи построить, бизнесом заняться. Все не забирали, только часть. Начинается малоземелье, земли мало, за нее надо платить, недовольны все. Вот они предпосылки Великой Русской Революции последующие. Что предлагал Муравьев, консерватор? Он говорил, все неправильно, все либеральная трескотня. Нельзя никому ничего давать бесплатно. Крестьяне вы дали бесплатно землю? Он вам спасибо не скажет. Надо, чтобы он купил. Пусть купит. Создайте для него условия для крестьянина. Пусть у него будут деньги какие-то. Я не буду повторять, у него были конкретные планы. Но смысл в том, что не надо вот этого раз указом отмены крепостного права, надо растянуть эту неприятную ситуацию лет на 10. За эти 10 лет сформировать слой собственников крестьян, кулаков. Эти кулаки эту землю выкупят, государство чуть-чуть поможет. Но как только он заплатил свои деньги, он за эту землю умрет быстрее, чем за царя-батюшку. Он станет хозяином. И тогда это опора трона. А вот эти подарки их никто не ценит. Только врагов все наживете. Поэтому разругался с либералами и сделавший успешнейшую карьеру десятикратного губернатора, министра главного по межевому хозяйству, члена императорских академий наук и прочее-прочее уволили со всех постов одним днем. Довольно некрасивая такая была ситуация. Но прошло немного времени. Начались очередные проблемы в Польше. Там неспокойно. Там постоянно что-то происходит. Начало шестидесятых годов девятнадцатого века. Вот тогда появляется известная поговорка в народе, что во всех проблемах на Руси виноваты кто? Три составляющих. Во всех проблемах виноваты, как говорили тогда, поляки, евреи и студенты. И вот вспыхло польское восстание 1663 год. В январе 1663 года одновременно все очень организовано. В десяти городах ранним утром совершаются нападения на воинские части, на военные гарнизоны русские. Десятки убитых солдат. В Польше нет никакой армии. Это такие бандформирования. Подполье. Одновременно нападение в десяти городах. Сотни раненых солдат и офицеров. Начинается террор. Убивают наших чиновников, убивают офицеров, нападают на православные храмы, причем с особым изуверством все это происходит. Восстание охватывает не только царство польское, но вот северо-западный край. Это современная территория Литвы, чуть-чуть Украины и Белоруссии. Столица Вильна, Вильнюс, северо-западного края. Врываются в усадьбу, там русская барыня, просто всех русских вешают, барыню вешают в главном здании прямо на люстре. Называли жандармы вешальщики, польские террористы. И в лес, в схрон. Потом выясняется, что некоторые эти банды возглавляются сложно поверить, но священниками, ксензами. Они прямо с паперти призывают к войне с Петербургом, с Москвой, к священной войне, к освобождению Польши. Другие банды возглавляются дворянами. Вообще движущая сила это польское шлихетство. Но именно тогда происходит что самое главное? Чем кардинально это восстание отличается от всех других? Впервые разыгрывается следующая карта. Дворянство, шлихетство и духовенство ксензы объясняют крестьянам, которых мы сегодня называем белорусами, украинцами, литовцами, главным образом белорусами и малороссами, что они настоящие русские. Вы русские. Мы с вами три славянских братских народа. Украинец-малорос, белорос и поляк. А то москали. Это вообще не русские. Это какая-то чуть татарва. Там русских нет. Вот все, что до Днепра, это русские. Ну, со Смоленском так чуть-чуть. А дальше это татарские земли. Была история реальная. Мы посылали воинские команды, которые ловили по лесам эти банды, ну, прям как бандерасов буквально, там в схронах где-то. Посылаем, она там вступает в бой. Естественно, это рота солдат эту банду рассеяла, часть убежала, солдаты празднуют победу, пришли в какой-то дом к местному сельскому батюшке в деревне, самый большой. Тот от души поблагодарил офицеров, поднял с ними чарочку, солдат накормил, солдаты довольные ушли, но все-таки православный батюшка свой на месте. Ночью остатки этой банды пришли, на ремни нарезали этого батюшку, храм сожгли. Ну, что дело, сделали с его семьей с матушкой, история умалчивает. Дикое зверство, невиданное. Раньше такого не было. Прошлое восстание это борьба военных между собой, а это просто какой-то лесной террор. При этом власть контролирует города. Вроде бы все в порядке, как и на Кавказе. Везде в городах стоят гарнизоны, и все в порядке. Но как только в деревню заходишь, там власти уже нету, потому что ночью придут и объяснят тебе из леса, кто здесь хозяин. А то и днем, потому что все знают, что местный польский граф руководит бандой штыков в 200 и финансирует ее. И получает деньги от подпольного правительства, были еще подпольные правительства, подземные называли. Его никто не трогает, потому что он граф, он же такой же, как петербургский граф. И народ метался, не мог понять, а кто наша власть? Вот этот губернатор, который в Вильно сидит военный, он меня не защищает. Лучше с этим быть как-то потише. А те ведут активную пропаганду. Если все вместе мы сбросим москалей, то что произойдет? Вы же обижены в результате крестьянской реформы. Мы вам земли дадим. Потом. Дадим вам потом. Земли будете богатыми, счастливыми. ВВП будет у вас как во Франции. Все нормально будет. Сразу разбогатеете. Надо только москалей сбросить. И вот здесь вспоминают о большом польском опыте той поры еще в 1830-го года. Уравьева царь его возвращает с пенсии с неограниченными полномочиями генерал-губернатором северо-западного края в столице города Вильно. Это шесть губерний. Вся современная Белоруссия, Литва, чуть-чуть Украины. Вы помните, что во время того восстания был патриотический подъем, известное стихотворение Пушкина к левотникам России, как раз относящееся к той поре. Есть стихотворение Тютчева по поводу второго, следующего польского восстания. Вот что он писал в августе 1863-го года. «Ужасный сон отяготел над нами, ужасный, безобразный сон. В крови до пят мы бьемся с мертвецами, воскресшими для новых похорон». То есть воскресли мертвецы прошлого восстания 30 лет назад. Офицеры, поляки по национальности массово дезертируют. Над солдатами, попавшими в плен, производят экзекуцию русскими солдатами. Это называется «Производство в гвардию». У гвардии такие лацканы на мундирах, такие специальные. Поэтому они берут солдат и заживо разрезают им грудную клетку и разворачивают ее. «Мы вас произвели в гвардейцы». Говорят, лежите. Дикие зверства. Власть растеряна. Растеряна до такой степени, что уже голоса в Петербурге. В Варшаву мы потеряли, это точно. Давайте попробуем сохранить северо-западный край или хотя бы Малороссию сохранить. Потому что вот-вот пишется еще Англия и Париж, и мы получим Вторую Крымскую войну. Как только восстание полыхнет посильнее, как только им удастся поднять крестьянство по-настоящему, это все, это развал России. Поэтому лучше от чего-то отказаться. Уже предлагают дать счастье этих земель независимости. И вот в этот момент приходит Муравьев. Оговариваются условия. Помимо неограниченных полномочий, то есть права военного суда, конфискации поместья и решения любых вопросов на территории. Он говорит, я буду проводить свою политику, которую я считаю нужным. Вы мне не мешайте. Вся империя российская строилась таким образом. Надо договориться с элитами, занимая новые территории, неважно где, на Кавказе, в Сибири. Почему у нас такой экстенсивный, успешный рост империи? Мы кооптировали элиты. Мы давали им права дворянства, все полномочия, сильно не влезали в их внутренние отношения. И элиты со временем становились очень лояльны столицей Петербурга. Отсюда Багратион и среднеазиатские элиты. Про татарские говорить нечего, они просто слились с нашими воедино. Немцы самые преданные нам, лифлянские немцы, прибалтийские. Финны, даже шведы, как барон Маннергейм шведский, это же тоже поколение шведской элиты, которая служила всегда империей. Только с поляками так не получилось. Вроде бы им как все право дали, они все равно хотят жить отдельно. И Муравьев переворачивает эту историю. Он апеллирует напрямую к народу. Он говорит, я русский, вы тоже все русские, это наши русские земли исконные, их какое-то время несправедливо оккупировала Польша. Мы отобрали обратно. И мы здесь будем восстанавливать русскую власть. Потому что вы все крестьяне, русские и православные. Я пришел вас защищать. Он формирует народные дружины, вооружает крестьян. Если будут банды выходить, разбирайтесь с ними. Зовите солдат и сами защищайтесь. И первая же народная дружина такая старообрядцев, обиженные властью, старообрядцы, хватают и громят крупную банду, возглавляемую одним польским графом. Прошлый губернатор говорил, как? У них есть авторитетные люди, вот к Сёмзе, например, с ними надо договариваться. Потому что они мутят народ, надо договариваться. Муравьев приехал, будем договариваться, это будем, это как будем договариваться? Первый, который мутят народ, привезти и повесить. Так мы с ними договоримся. В первую же неделю Муравьев повесил публично на площади двух польских священников. Можете себе такое представить? В следующем был повешен польский граф, тот самый, которого старообрядцы поймали. Банду его разгромили, там такие начались интриги. Суд шел военный. Из Петербурга писали, у него обнаружились защитники у этого графа. Повесили. Потом поймали офицера императорской армии, который дезертировал. Фамилия его известная Сираковский. Свободный поляк, он за свободу боролся. Министр МВД прислал письмо, что ни в коем случае нельзя применять ему смертную казнь. Он офицер, отправить его в Петербург, разобраться. Королева Виктория прислала письмо с просьбой помиловать Сираковского. Сираковский вел себя нагло, смеялся в открытую. На суде отпустите мне, еще и денег дадите, говорит. Вся Европа за меня цивилизованная. Было бы ООН, то проголосовали бы. Только когда он дошел до плахи, понял, что что-то не так, у него началась истерика у этого Сираковского. Пытался вырваться, плевался, исходил пеной. Муравьев, мастер пиара, конечно. Казни проводил публично. Оркестр, барабанный бой, зрители. Суд открытый. Нагонял страху. Помните, да? Боятся, значит, уважают. Сираковского, значит, расстрел. Дврянин, офицер. Повешение публичное. Ну, знаете, что происходит с руком после повешения? Не очень это эстетично. Конверт, якобы, по легенде, передали Муравьеву прямо перед казнью из Петербурга, арочным, лично в руки императорской канцелярии. Он сказал, вешайте, вешайте, вешайте. Повесили. Ну, я пойду, прочитаю, что пишут, что там помилование из Петербурга пришло. Не успели. В Белоруссии сейчас есть национальный герой. Там тоже свои проблемы с историей определенные еще с советских времен. Некто Калиновский, Костусь Калиновский, поляк, считается почему-то национальным героем, борцом за освобождение белорусского народа. Ну, загадка. Это вот такой типичный садист, типа Бандеры. Банда Калиновского славилась особенно изысканной жестокостью. Он прятался, какие-то у него были конспиративные квартиры. Ну, в конце концов, русская полиция поймала его. Тоже общественная компания, простить, герои. Приговорили к расстрелу по законам военного времени. Муравьев отменил приговор расстрельный. Сказал, ну, если общество требует. Расстреливать нельзя, конечно. Нельзя, нельзя. Повесить на площади публично. Пару лет назад, как раз перед выборами в Белоруссии, массовыми ни с того ни с сего взявшимися манифестациями, прямо перед этими выборами в Вильнюсе археологи копали-копали и вдруг откопали труп Калиновского и вот этого Сираковского. Рядышком были под Вильнюсом. Устроили торжественные государственные похороны. Оркестр, лафет, не знаю, какой уж там государственный флаг покрывал их символическое надгробие, салют. В общем, спектакль был по полной программе. Вот они, истинные борцы, за свободу Белоруссии. Помимо этих показательных казней, он запугивал, он бил шляхту рублем. То есть участие в мятеже доказывалось, имение конфисковывалось, иногда сжигалось. Несколько раз были сожжены имения, когда доказывалось, что не просто хозяин имения, участник мятежа, но он еще и виновен в смерти собственных крестьян, которые отказывались участвовать в мятежных войсках. А теперь представьте для остальных крестьян, как приятно. Не просто этого мятежника, барина в кандалах в Сибирь, еще и дом его сжигался публично, а вся земля раздавалась крестьянам. Поэтому в общей сложности было 17 тысяч поляков высланы в Сибирь, участников, сочувствующих и так далее. Очень методично. Он совершенно не русский администратор. План, план-график, система, как работает военный суд, доказательная база, следствие, опять же, вооруженное самоуправление крестьянское. Обложил налогом всю шляхту, вся шляхта платила специальный налог на подавление восстания. Понимаете? Дополнительно. 10% от доходов каждого имения на борьбу с мятежником. А только мятеж закончится, все возвращается. Поэтому вы заинтересованы. Поскольку прятались эти банды в лесах, край лесистая, решено было прорубить просеки, чтобы вооруженным командам, воинским, было легче, не подвергаясь риску, отславливать банды. Как бы вы решили прорубить просеки? Сжечь леса, это зверство. Нет, конечно. Чьи леса? Шляхты. Крестьяне приглашаются этой шляхтой, говорится, вот просека 20 метров, рубите, и вот до туда. Весь лес ваш, забирайте себе. Многие построили новые дома, богатые избы. Крестьяне с таким энтузиазмом взялись за вырубку барского леса, это были идеальные просеки, ни копейки бюджетных затрат. Но при этом Муравьев понимал, что борется с последствиями. Самая главная базовая проблема. Местные жители, белорусы, литовцы, малоросы, не должны воспринимать свою землю как не Россию, или как сейчас говорят, как анти-Россию. Не должны воспринимать себя русскими. Значит, католичество практически ликвидируется. Костелы переделываются в православные храмы. Сензы выселяются. Масштабная программа реставрации церквей, они были в ужасном состоянии все, реставрации церквей и строительства новых. Вплоть до того, что всем крестьянам Муравьев за личный счет крестики покупал нательные и каждому давал. Православные, пожалуйста, приходи, от губернатора тебе крестик. Строится огромное количество русских школ, то есть в несколько раз увеличивается количество русских школ, начальных, средних. Земли, которые конфисковывались у шляхты, делились между крестьянами. За счет этого, если по всей стране в результате крестьянской реформы в среднем крестьяне получили в два раза меньше земли, чем у них было до реформы, то на территории северо-западного Веленского края в среднем в полтора раза больше, чем было до реформы. Они Муравьева боготворили. Помните, у Твардовского есть такое стихотворение, поэма по страну Муравья. Такая страна Муравья, какая-то счастливая, где муравьи, где травка-муравка. И Твардовский говорил, у меня из детства воспоминания, что Муравья это такой крестьянский рай. Ну что это значит, я не знаю, наверное, какая-то трава особая. Твардовский из Смоленских крестьянцев, из Смоленской деревни, приграничной с Веленским краем, это крестьяне. В своем фольклоре говорили, что когда мы все получим муравьевскую землю, мы так счастливо заживем, у нас будет счастливая страна своя, Муравья. И в крестьянских домах очень часто висел портрет губернатора. Невиданная история, просто невиданная, чтобы портрет губернатора, вырезанный аккуратно в рамочке, висел у крестьянина в избе. Тогда в Вильнюсе открывается русский драматический театр. В музеях меняются музейные коллекции и добавляются предметы русской старины. Ну, чтобы школьники приходили в музей и сразу понимали, что-то русская земля, вот старинный музей. Здесь всегда жили русские, а не кто-то еще. Закончилось это все тем, что все успокоилось. И когда в Вильню в 1864 году приехал государь-император, то произошло уникальное, шокировавшее всех событие. Губернатор его вышел встречать, построение, ну, как положено. Губернатору под 70 муравьеву уже в этот момент. И император Александр II отдал ему честь первым. Не наоборот, а сам отдал честь губернатору. Беспрецедентный случай. Ну, а потом все как обычно. Муравьев сделал свое дело, Муравьев может идти. Вроде все успокоилось. Надо теперь как-то гайки раскрутить, посвободнее. И его к 70-летию отправляют в отставку с почетом, с графским титулом, передачей по потомству, со всем уважением необходимым. Но программу русификации полную Веленского края он завершить не успел. Потом еще немного послужил. Последнее дело было у него расследование первого террористического акта в истории Российской империи. Это когда Каракозов стрелял в Александра II. Была создана комиссия, расследование поручили Муравьеву. Либералы пришли в ужас, ждали репрессии. Все думали, что Муравьев естественно объявит что-то поляки. И дальше всех поляков опять под нож. Нет, Муравьев провел независимое расследование и показал, что поляки не имеют к этому никакого отношения. Это уже новая волна революционеров, нигилистов, космополитов, предшественников будущих народовольцев и будущих большевиков. Последнее, что удалось сделать Муравьеву, постройка в его родовом имении храма в память сослуживцев, солдат, погибших во время усмирения восстания польского мятежа 1863 года. Утром они храм 70 лет. Муравьев-вешатель, если оторваться от анекдота мема, Муравьев-вешатель это любимое выражение Герцена с его тяжелой руки. Оно и вошло в историю. Герцен отозвался так. Деревенской глуши, темной ночью, во сне умер, без свидетелей, без попов, без раскаяния, без слез и помощи задохнулся отвалившийся от груди России вампир. Другого ждать от Герцена нельзя. Он же надеялся на революцию, лондонский сиделец, понимаете, он надеялся, что страна развалится, ведь речь шла на самом деле о том, что поднимутся крестьяне не только Белоруссии, Малороссии, Литвы, там был заговор на Поволжье, известное Казанское дело так называемое, хотели и там крестьян поднять, что в принципе страна посыпется после Крымской войны. Несколько лет все прошло, но ничего не получилось, ничего не получилось, в том числе из-за таких людей, как Михаил Муравьев. У него было четверо детей, все выросли достойными людьми, он был известным трудоголиком, просыпался каждый день в 7.30, ложился спать в одно и то же время в 2 часа ночи, заставляли врачи, надо хотя бы чуть-чуть спать. Все подчиненные во всех воспоминаниях вспоминали Муравьева как исключительно эффективного управленца, умного, вдумчивого, дающего четкие, понятные распоряжения. В истории он остается и по сей день как жестокий политик, вешатель, одиозная фигура. Как вы думаете, сколько за 2 года борьбы с польским мятежом было повешено или расстреляно распоряжениями Муравьева, мятежников и преступников? 8-12 тысяч. Сколько? 8-12 тысяч. Еще какие версии? 128. 128 человек. 128 человек за 2 года, включая уголовных преступников. Там были, например, расстреляны за изнасилование. Русские. Русские, крестьяне какие-то. Попьяни кого-то изнасиловали, с отягощением, жертва скончалась. Расстреляли троих с распоряжением военного губернатора. Всего 128 человек, включая уголовных преступников. Помимо прямых боевых потерь, которые были, естественно, с обеих сторон, я не считаю боевые потери по ходу настоящих военных столкновений, честных, как я называю, боевых столкновений между мятежными отрядами и армией, помимо боевых потерь, только на территории Муравьевского губернаторства зафиксировано тысячи убитых террористами поляками. Это вот как повешенная графиня, убитые священники, члены их семей, тысячи человек. Поэтому масштабы извест, как вы понимаете, почти один к десяти против того, что творили тогда мятежники. Самое главное, заслуга Муравьева не в этом. Не в том, что он был там эффективным министром, хорошо управлял, хорошим губернатором был, размежевал всю Россию, сделал правильные карты, прекрасно налаживал дело в любом ведомстве, в любом министерстве, в любом уделе, которое ему поручалось. Главное, заслуга Муравьева заключается вот в чем. Дело в том, что до Муравьева предполагалось, что Белоруссия, Литва и существенная часть Украины это Польша, занятая Россией. Муравьев перевернул эту конструкцию и вернул эту землю. Вот белорусское государство современное и Белоруссия как отдельный народ, прямая заслуга Муравьева, они тогда поверили в то, что они русские, сохранили православие, сохранили свой язык, не стали поляками. Муравьев показал, что процесс дерусификации, который происходит сейчас повсюду на территориях бывшего Советского Союза, этот процесс обратим. Его можно остановить, если апеллировать не к элитам продажным. Муравьев не апеллировал к польским графам местной шляхте. Он апеллировал к людям напрямую, которые говорили с ним на одном языке и были с ними одной верой. Он им давал оружие. Представьте себе, сколько у него было противников в Петербурге. Что ты творишь? Ты вооружаешь крестьян. Да они сейчас собственного графа не на рогатину, на штыки поднимут. А завтра новая Пугачевщина. Они вооружены. Муравьев говорил, нет, эти крестьяне русские, они будут за государя императора. Они сражаются с нашими врагами. Я буду их поддерживать и отмечать еще за это. Он апеллировал напрямую к народу. Своих абонентов в Петербурге, знаете, как он называл? Не поверите. Либералы-космополиты. Эти, говорит, либералы-космополиты в Петербурге не понимают. Местное крестьянство русское за нас. Надо работать с ними. Петр Столыпин прямой последователь Муравьева. Мы знаем, что он был саратовским губернатором. До этого был еще гродненским генерал-губернатором в Гродно, Белоруссии. Там же, где губернатором был, кстати, Муравьев. Прекрасно знал его методы. Очень высоко Муравьеве отзывался. В общем, когда мы думаем о том, кому бы еще поставить из забытых несправедливо или незабытых совсем деятелей памятник, чьим именем назвать улицу, у нас все время какие-то экстремальные идеи. Давайте поставим памятник Дзержинскому на Лубянке. Я не буду говорить о фигуре Дзержинского, противоречивая фигура. А давайте вот улицей Берия назовем. Эффективный менеджер атомную промышленность создавал. Эффективный у нас есть эффективный менеджер, настоящий государственник, который аж 128 смертных приговоров убийцам, мятешникам и террористам подписал. Всего лишь. Каждый утверждал лично и как только восстание пошло на спад, запретил выносить смертные приговоры. Мы не должны быть слишком жестокими. А имени Муравьева у нас нет ни улицы, ни памятника, ни мемориальной доски. Был, кстати, памятник Вильно, очень большой и красивый. Но его после революции поляки с надругательством снесли. И все. И больше ничего. Несколько лет назад, даже не несколько лет назад, по-моему, а даже чуть ли не в 90-е годы была шумная история. В Польше назвали, в Варшаве, по-моему, назвали площадь имени Джохара Дудаева. И тогда наши депутаты, патриоты из Мосгордумы обратились к Юрию Михайловичу с письмом, сказали, ну если поляки вот такие имени бандита Джохара Дудаева у себя площадь назвали, то нам надо назвать площадь перед посольством польским имени Муравьева. Не от большого ума. Мне кажется, это было большим оскорблением для графа Муравьева, сравнить его с Джохаром Дудаевым, честно говоря. Так и не решились. Письмо написали, отпиарились, и не решились. Ни площади, ни улицы Муравьева у нас нет. Есть только, как говорится, памятник нерукотворный. Это стихи все того же Птючева. Несколько строк я вам прочитаю. И мы закончим. На гробовой его покров мы вместо всех венков кладем слова простые. Немного было бы у него врагов, когда бы не твои, Россия. Враги Муравьева были враги России. А у него была простая политика. Друг враг. Крестьяне, простые люди, они наши друзья. А вот шляхтотеррористы, они наши враги. Враги России это были враги Муравьева. Такой он был человек. Спасибо за внимание. Музыка. Музыка. Музыка.